Я старинный друг. Для тех, кто в записи смотрит, это шестая часть трансляции и прохождения XCOM 2 на 4 уровне сложности. Без Iron Man'а пока что. Запись в прошлой части есть на GoodGamerском канале. Ну или, собственно, на сайте в разделе видео. Часику отдельный привет. Здрасте, уважаемые. Не шалите там наверху. Дело играет на гренке. И плазменная гранатность 2% не посещала вчерашнюю трансляцию, товарищ. Unknown Night Elf. Во-первых, он сплагиатил никнейм мой из Варкрафта. Это был Смурф. Unknown Night Elf. Во-вторых, он пропустил прошлую трансляцию. Что я, вот какую штрафную ему делать? Не следишь? Стыдно должно быть, уважаемый. Вроде майкера знаешь давно. Вроде следишь. А стримы пропускаешь. В бан, говорит. В бан. Фиву ему. Фиву. Фиву. Народ хочет фиву. Нет, ладно, простим. Больно никнейм у него хороший. Пусть прям покупает. Вот прям это правильно. Вот ждем тебя. Следующее сообщение должно быть уже от позеленевшего. Ну, Night Elf. Так, в прошлой части у нас ситуация нормализовалась. Мы подключили 4 региона, получили бонусы. Чуть-чуть снизили аватар, но он повысился. Но мы добрались до миссии, которая снизит аватар на 3 ячейки. Появился первый псих. Армор появился. Новые исследования в... Да много исследований, на самом деле. И изготовили там в литейке много чего хорошего. Патроны против мэков гранаты. Плазменные гранаты. Так, давайте быстренько пробежимся. У нас активные события бдительности, демонстрация силы. А, зал тени еще же сделали. Мария Шишина 3 дня учится. Теневой проект МОЗ Кодекса. Не знаю, что будет. Так. Тут мы копаем. Копаем, да? В псилаборатории, да? По бойцам. Там есть, ох, 4 ранения. Но 3 из них уйдут в течение ближайших 5 дней. И я хотел переучить одного снайпера. Вот это вот флэш-рояль на рейнджевиках. Давайте попробуем. Так, не здесь. Это же партизаночки делаются. Нет. Не партизаночки. Это в Центре военных технологий делается. Но, видимо, ранение не позволяет переучивать пацанов. Я вообще Дмитрия Михайлова переучился. Ну, вместо мясорубки сделать Overwatch. Хотя нет, не столь принципиально. В исследовательском приостановлено плазменный проект, потому что в зале теней, повторюсь, делается МОЗ Кодекса. По инженерке, по строительству отсеков энергия впритык, но я убрал инжей с реле питания. И, в принципе, реле питания можно в элериевый проводник сделать. Получим еще шестерку. Но, повторюсь, в этом пока нет насущной проблемы, тем более материалов, как видите, не так много. Копаем, копаем, пауза. Здесь хорошо копаем. Свободные инжи есть, в общем? Нет свободных инжей. Так и должно было быть. В Центре военных восстановление увеличено. Центр связи с сопротивлением, станция связи с сопротивлением уже прогрежена. И один контакт в запасе. Но еще одна станция с сопротивлением через 10 дней будет готова. Так что по времени мы укладываемся. Глобально по карте. Проект Аватар без одной единицы. Бонусы есть в Европе. Халявные лемминги. Самый, наверное, ценный бонус. Это персональные боевые модули и улучшения. Можно использовать повторно. Получили на прошлой трансляции. Сейчас, по-хорошему, мне бы установить контакт, с новой Индонезии. Потому что здесь как раз вот объект на 3 единицы Аватара. А, я ресурс еще не взял. Ёшки-матрешки. У меня ж только что месяц закончился. Я сейчас 800 ресурсов возьму. И смогу, соответственно, и в офицерской школе. И только что смотрел, что-то можно было сделать. Какой-то проект. Ладно, посмотрим. А, ну я здесь еще вышку не сделал. Ретрансляционную. Поэтому давайте вернемся, скорее всего, сюда. За баблом. Как сам? Спрашивает Дарк Тон Палалар. Все хорошо. Все хорошо, спасибо. Добро пожаловать на стрим. Это раз. Это двас. Это трис. Отлично. Нулевой удар появился у нашего психа. Продолжаем обучение. Стасис оглушает цель на один, но неуязвимость. Немедленно добавляет... Ох, вот это хорошо. Вдохновение. Немедленно добавляет действие ближайшему союзнику. А, ближайшему союзнику. То есть психа можно ставить. Будет рядом, например, со снайпом каким-нибудь. Невосприимчив. Наверное, все-таки вдохновение попробую. Улучшать пси-лабораторию я пока не буду. У меня всего один псих. Сейчас пока не заб... А, я илериевый хотел... Я хотел грейдануть реле питания. Материалы кристаллы илери. Да, давай сделаем так. Ну, чтобы закрыть... Не тратить сюда инжей. И дальше. Чтобы инжи продолжали копать. А то тут на 40 дней. Тут вообще пауза поставлена. И я хотел еще в школе офицеров... Ну, в смысле, в партизанской школе. Она здесь так называется. Выбрать еще один баф. Держись, боец. Мне нравится. Солдаты с большей вероятностью станут соистекать кровью, нежели сразу падут. И можно попробовать взять что-нибудь. Атаки против врагов. Прикрытия нет. Абсолютное спокойствие. Меткость. Возможность. Это специалистам только, да? У меня два специалиста. Дает плюс 10 к меткости. И возможность критического урона. А там у меня товарищи... Ну, в принципе, все специалисты на четвертом или на пятом левелапе получают тот или иной бонус по овервотчу. Либо дополнительный овервотч в случае попадания, либо по умолчанию овервотч, который... Если ты полностью походил. Вот. Поэтому, скорее всего, я возьму... Держись, боец в первую очередь. Так как он универсален. А вот специалисты я просто запомню, потому что денег не так много. Может быть, понадобятся они в другое место. Так, еще один день ресурсы дособирали. Можно вернуться в штаб, посмотреть, кто там есть, с целью взять, например, ученого. Это не так долго. Так, новый персонал. Инж и спец. Ну, инжи мне, на самом деле, уже особо не нужны. Но специалист майор, насколько я понимаю. То есть, это уже пятый уровень специалиста. У меня два спеца. Один, правда, ранен сильно. Как раз бонус на специалистов можно взять. Я, скорее, пока не буду. Так, давайте тогда... Тогда мы построим с вами вышку ретро-трансляционную в Восточной Азии. 200 материалов, 5-7 ги, да. Потому что разведданных все равно не хватает. То есть, вот разведданных 213, чтобы регион подцепить, нужно 160. А тут выход в два региона. Как бы, по-хорошему, хочется сначала сделать эту вышку. Опа! Это мы кодекс исследовали, да? Опасная тварь. Продолжение следует... Командир, мы делаем прогресс, прицепить эту вещь обратно, но это не было красиво. Наши солдаты полностью удалили эту группу в пиле. Что мы слышим, это просто продукт электрических импульсов. Я уверен, что это очень хорошо под тем, что чувствует... ...хать. Я возьму твои слова, доктор. Я отправлю тебе новый секрет, сейчас. Это координаты. Ретерные координаты. Я думаю, что у нас есть точка оригинала. Ну, партой. Немного, что... Немного... 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 Удивитель пытается блокировать further access. Это не все, что делает. Я потеряю данных, что у нас уже накрыты. Продолжение. Только одну еще другое. Я не забывал данных. Она接ать под силу кольца. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Новая задача — расшифровать остаток данных кодекса при помощи зала теней Завершить теневой проект расшифровки кодекса данных Окей Так, мозг кодекса, Рубик Сам себе кодекс с уникальным явлением далеко за пределами нашего представления Но должен быть разумный биологический организм И наши непродолжительные знакомства с ним оставляют множество вопросов Поскольку он, похоже, обладает способностью покидать видимый спектр Его будет крайне сложно изучить Так или иначе Нашим солдатам удалось заполучить то, что можно назвать мозгом кодекса Центральный процессор, отвечающий за хранение данных Связь... процессор, отвечающий за хранение Прикольно Связь данных, тактическое управление, другие функции, которые предстоит определить Имея в своем распоряжении золотеней Проявили комплекс глобанов, стремясь раскрыть тайны Мы смогли заставить проявиться снаружи мозга Состояние кодекса вызвало опасения Поскольку, очевидно, реагировало на наши попытки Так дальше-то что? Изменить, посмотреть, исследование Вот они, зашифрованные данные кодекса Исследовать Слушайте, я посмотрел на проекты классические У меня там плазменное оружие, блин, делается Долго делается Нужны ученые Нужны ученые Извините Силовая броня, 33 дня Вскрытие этого нового трупа Разведданные Ну, давайте, учитывая то, что Плазменное оружие у нас делаться будет месяц А тут можно за половинку Получить непонятно что Это вообще за 9 Это более новый проект Да, давайте, зашифрованные данные Окей Так, у нас же еще... Опа А это координаты мы выяснили, да? Из мозга кодекса Позволю расшифрать набор координат Ну, в принципе, мы сюда, в общем-то... Сначала мы пройдем сюда, чтобы снизить сильнее панику А потом, собственно... Там радиоретранслятор еще не готов Ладно, зона испытаний Закончилось исследование проникновения в череп Кажется, это бур Бур, 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 бур Будет эффективнее работать Сейчас выберем другое Новый проект Военно-полевая Это более... Ну, улучшенная эффективность аптечек Взрывчатка будет хорошо работать На весь тип гранат, который у нас есть У нас там есть кислотные и плазменные гранаты Поэтому, скорее всего, запустим таким образом Костюм-паук сделается быстро Но я не знаю, что это будет за армор такой То есть это... С крюком, скорее всего, мобильный Его можно будет надевать на снайперов, на штурмовиков Трупы, ядро, инопланетные лерии Экспериментальные боеприпасы так или иначе делаем Но их можно в паузу сделать Дико мобильный, говорит, Костюм-паук Давайте посмотрим Надо все попробовать Так, а вот и террор Рядышком Так, 15 человек Один неизвестный, тяжелый мэг, элитный щитоносец, элитный солдат И что, и все? Это такое количество народу плюс повторения множественные? Или мы просто... Противник неизвестен, там может быть много разных паков Ладно, узнаем 15 человек Итак Сейчас будет подготовка Я точно беру психа, потому что новые способности появились Огненную гренку я, пожалуй, заменю у Бески Зажигательную На обычную плазменную Укрытие нужно сносить Газовая с этим не справляется Та тоже Тут магнитная пушка, кстати, апдейтилась По персональным боевым модулям, кажется, ничего нет такого Быстрая перезарядка и урон плюс 3 при промахе Неплохо Два спеца Браток с патронами как раз против мэков Можно взять на самом деле гранату против мэков Но я не думаю, что один мэк, да даже два Будут какие-то серьезные проблемы вызывать Учитывая то, что и снайпер с общим видом будет стрелять с пулями С повышенным уроном И есть два специалиста, которые смогут с хорошей вероятностью его задезейблить А в случае чего можно будет протокол атаки использовать и вперед Так, Арцтоцка Стоп, у нас Аспирант еще отдыхает, да? Да, Аспирант отдыхает А, Тей я забыл, господи У нас же Тейка здесь А, Тей я хотел взять патроны на увеличенный крит И... А у кого этот баф стоит? Так Снимаем все вспомогательные предметы, чтобы... Не искать где что Вот, патроны Коготь Для пистолетного снайпера хорошо должны зайти Гранату ей тоже, наверное, не стоит Хотя нет, 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 нет Ей как раз можно вместо обычной гранаты дать маячок Игитатор Слушайте, у нас Коготь еще второй есть Это очень хорошо, если он есть Кому нужен крит Кому нужен крит и у кого нет патронов Братка не трогаем Тей, соответственно, тоже не трогаем Хорошо стреляет Женька У нее овервотч после каждого хода И мы сейчас можем специалистам еще дать Взять баф На увеличение точности А, Тей я хотел отравления Тей с отравлением лучше Точно, забыл Мы проверяли просто Коготь и отравление Для Надежнее все-таки работает отравление Для такого Типа вооружения, так скажем Поэтому убираем Коготь Ставим отравленный патрон О, ёбра, это Да, тут чаек Под руку У меня просто операция Серьезная, очень серьезная Но чай очень вкусный, кстати Хорошая музыка Так, я хотел Женьке взять еще Бур грейженый, который повысит навык взлома А где, у кого бур-то, ё-моё Просто у Женьки Кажется у второго специалиста У Холи Да, у Холи Плюс 45 взлом Ничего себе Вот это да А у Женьки будет еще круче 95 будет Плюс 45 Оооооооооооо Кэп подсказывает, что это 140 Взлом 140 Интересно, что скажут мэки Так, у хэвика кислотная Это плюс ракета Раз, два, три, четыре Маяка имитатора Сканер можно заменить, на самом деле Вот это вот никчемные Надо даже патроны коготь На самом деле Или гренку обычную плазменную Схоготь Светошум уже не беру, потому что они Уступают явно маяку имитаторов Гранаты главным образом нужны Для того, чтобы бронь разрушать И препятствия убирать Так, я хотел еще Специалистам купить апгрейд Пока не забыл, секундочку Интересует меня Абсолютное спокойствие Дает плюс 10 к меткости Возможности критического урона В режиме наблюдения И при ответных выстрелах Спецы будут рады Но закончились деньги Класс Так, еще буром Нам надо будет захватить Кого-нибудь Итак, есть у нас псих Два спеца, два снайпера тяж Штурмовика нет, ну и черт с ним Террория, штурм Я не думаю, что Ну, нужен хороший штурм Типа аспиранта Но Абы кто не нужен Готовы? Готовы? Раджфолд, я не в Москве живу Вообще Но спасибо тебе за интерес Такой Здоровый Поехали Классическая задача В терроре Спасти гражданских Шесть человек Минимум шесть Помнить, что Есть еще пара безликих Помнить про то, что Пятнадцать человек То есть это где-то пять паков В среднем получается Фух Маскировочка сразу там У сапа А что у Тейзи за дебаф такой? Что там? А-а-а-а Сейчас же враги более глазастые стали Из-за событий адвента Так, что за карта? Угол Прямо с нашей стороны Деревья Единственные фулл каверы Хорошая позиция для снайпа слева И, пожалуй, я пойду Именно в эту сторону Так, давайте сделаем Клевый сейф Работаем Кто у нас первый пойдет? Беска пойдет первый Хорошо Подходим остальными на фул Братком, пожалуй, тоже Так, у меня появился еще нулевой удар Проецирует луч Страшную силу Наносящий Урон каждой цели Через которую проходит Несколько врагов И препятствий Ну что, с какой стороны Мирных-то мочить будут? Как-то тихо себя ведут Пришельцы Может, еще не напоролись На мирных Ага, кресолид Яд кресолида Промеслась Еще кресолидик В жизни у них вроде немного Еще кресолид И тут подходит уже мэк Два мэка Ой, фланг еще Овервотч И сразу мирный На овервотче Подставляется Капец Ты неудачно Как ушел, а? Ну спасибо Хоть овервотч снял Ну что У нас немножко Судьба Развернула У меня есть Хороший навык взлома Я попробую сейчас Хэви Мэка Посмотреть Что по вероятности Захвата Должна быть хорошая 60 плюс По моим расчетам Скромно 51 Оооо Может, мелкого захватить Тогда Мелкого захватим Тут товарищ, который Купил Спасибо за струн Кто следующая жертва После банича Пух Хошк Может, русдрейн Как возьмешь На креативе Бешеном микро Вот был бы прорыв Бобра Равно Да, я не знаю Что у нас там дальше По... Короче, мы спойлили пак Спасибо еще раз за саппорт За подписку на прем Этот товарищ, который Про это самое Пропустил прошлую трансляцию И дал совет неверный Но очень быстро реабилитировался Итак Прежде чем юзать протокол Я бы Отступил вообще То... Главное, чтобы вижен был До мэка Которого я хочу захватить А так вижена не будет И так вижена не будет Немножки матрешки Я тут стою Вообще крайне неудачно Укрытий нормальных нет Только полу-каверы Вперед бежать Это значит Рисковать Пулить следующий пак Поэтому я буду Отделываться полу-укрытием Оверо Еще нет Подходим Раз Дальше Все-таки Протокол блокировки Только на Более слабого Мэка Чисто теоретически Его будет сломать Значительно проще Точнее Мне не нужно оглушение Мне нужно его захватить 66 А давай Нет Ну чуть-чуть Блин Ах Капец 66 Провал Зачем я тебе бурдел Зачем Да я понял Блин Я у меня есть второй спец Я заблочить смогу Но блин Это блин Да В общем блочить Надо будет большого Скорее всего Нет Блочить мелкого Потому что его Выше вероятность заблочить Плюс он еще Получил бафы И там еще Три крисолида Ну и нужно их накрывать Сейчас гренкой Ядовитый скорее всего Хотя яд на них Скорее всего не действует Потом ставить братка На пофиг Кидать иллюзию А давайте блокируем На 83 Ну да Тут конечно Можно было и захватывать Кто ждал Кто ждал Ладно Два маяка отключили Из двух Ты хорошо бы подвести По крайней мере Чтобы она цели Начала видеть Так браток Так браток сразу делает Шестерку свою Вот такой вот Хэвик подходит Пробует закинуть гренку Или рокет Он точно не яд Надо накрыть вот этих вот В первую очередь Поехали Поехали Минус бронька Урон 6-6-4 Хорошо А у нас же Пси же еще есть Нифига себе Как можно Тут Проецирует Луч Насящий урон Каждой цели Через кааа По линии Можно То есть Бить Прикольно Маша Скорее всего Будет Как раз Маячок кидать Просто не хочу Сейчас Короче хочу Сейчас делать Халявный выстрел Плюс руки молнии Для того Чтобы минимизировать Вообще шансы На пробег Противников Мне нужно Большого Мэка Блин Убивать Этого тяжелого Ладно Это раз Три урона Пистолетные снайперы Конечно Интересные Вот смотрите Один на один Раз Два Три Четыре Пять Промах Промах Окей Ладно Ну подровняли ХП Я надеюсь Что браток Тут Зарешает Кидаю Естественно За кавер Маячок Можно было Кстати Уйти в укрытие Ну с богом Пацаны Этот Пропускает Ход Второго Мэка Дофига Дофигашеньки Жизней Крисолиды Там вообще На один выстрел Главное Чтобы Они побежали Но они побегут В сторону снайпа Поэтому думаю Что Побежал раз Ну это Обилочка Ранджового Снайпера Минус Один Браток На поясе У него кстати Моя комментатор Стоит Минус Один Крисолид Второй Пробежал И вот Ой там Подсвечиваются Мирный Кстати Можно считать Такая имба Это минус Два Давай Давай Третий Третий Ой Да бежит Уклонение Сработало Еще один Пак Крисолиды Подбегают Беги Беги Маленький У меня мэк Беспокоит По мэку Овервотч Я надеюсь Что его Так же Голограмма Привлечет У них Патроны Кстати Хорошие Десяточка Защита От взлома Снижается Еще Один хит Господи Один хит Но Голограмма Помогает Ну и зачем Ломать такого мэка Да Уже все Уже не нужно Все Изи Просто Тейв В принципе Нужны В киллы Поэтому Это Раз Звание Нужно Последнее Это Два Подходить Или не подходить Я бы Просканил На самом деле Меня беспокоит Наличие Мирных То есть Одним Специалистом Возможно Можно на самом деле Пустить Протокол нападения На дальнего Но В общем-то Браток со своими Патронами Он 75 Его точно Убьет Да он Его и так Убьет С хорошей вероятностью Патроны Классные Крит Десятипроцентный Сработал Изи Надо было Перезарядиться Надо будет Перезарядиться Не было А будет Так Ну мы видим Типа крисолида Но почему-то Не можем по нему Стрелять Так Что я хочу Пулить ли Не пулить Я считал Вообще людей Раз Два Три Четыре Пять Еще десять Человек Девять Десять Пак Еще прилично Еще два Пака Впереди Давайте попробуем Просканить Тогда Женька Чуть-чуть Подойдем Может Крисолидов Все-таки Убить А мы его убьем Раз Два Три Не факт Не факт Далеко не факт На самом деле Он просто не подбежит Протокол помощи Ставлю просто На Тей Пусть он там постреляет Но он гарантированно Просто попадет Хотя тебе же тоже Ладно Давай протокол нападения Не будем рисковать Оставлю У нее овервотч У нее овервотч будет Она тоже точно попадет С Женькой Я все-таки подойду Вот так вот Зная что сектует И сейчас попробуем Просканить Мне интересует Безлики Раз Раз Два Три Крисолиды увидели Гарантированно Три урона Нанесем еще Хэвиком Только с подходом Тоже Этот Крисолид никак не добежит Если только Если только Первым не будет ходить дальний Постреляем еще Ава-Мария У нее это конечно Точность не очень Она не боец Но там же метко стоит Доминирование На Крисолида 69 Давай попробуем Не, не надо Не надо Да да, чего ты Проверим Порулить Крисолидом У Крисолидов Вообще всегда Ну Во всех частях Сверхвысокие Резисты К психонтролю Странно, что здесь 69 вообще написано было Ход врага Тут очень далеко Пак Мэг Еще один Кривой Это тоже Мэг Ну Судя по броне Там такой слабенький Мэг Первого уровня Ну который Хотя по количеству ХП Не знаю Оп Овервотч пошли Ну это Оттейп Протокол защиты Как промазало Ой, не дай бог Добежит А где Овервотч У тебя же Овервотч 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 Халявный был И какого хрена Тейн на Овере Не попадает Ой, у Кокона Огромное количество ХП А вот оно Как выглядит Короче, Бесс Похоронили Я не буду Пере... О, давайте проверим Проверим Как работает Нулевой удар От психа Неплохо Перезарядка Блин, я был уверен Что Что тот кресолит Не добежит Давай хэвиком лучше У меня есть, конечно Замена Но На таком На таком моменте На такую халяву Попра Потерять Да ладно Сейчас вы еще Этого не сможете Добить Приплыли Е-мое Это капец Нет, ты и добьет Хотя там Армор такой Пять хитов Ооо Не, ну есть Маячок Есть выстрелы С пистолетом В честь И выстрелы С винтовки Но я боюсь Что если Сработает Шесть Урона Единичка Брони Не, должна Убить Вообще как раз Ничего не помешает Уклонение может быть Есть Да Да Прикольный Крисолиды Интересно Сколько Кокон работает Еще Он живет Надо мирных спасать Грузись Верни спеца Нет, нет, нет Я вас смогу Спеца купить Будет мне наукой Еще Крисолиды Что это за прыжок Такой Да Как Ты не охренел И подбег Откуда Как он Добежал Что это вообще Прикольненько Два серьезных ранения Один убит Так Так Это точно Нужно мочить Вот так Вот Минус армор Попали По Крисолиду Да Какие-то Они злые Если честно Неожиданно Злые Мобильные Значительные Чем Прошлых Частях А И тут Только Тейс Сможет Вообще И она Не пробьет Это яйцо Я кидаю Маячок Тогда Ой Там еще Яд Который Действует И здесь Яд Короче Нужно Сейчас Спецом Будет Лечить В первую Очередь Марию А мне Еще Мирных Спасать Понимаете Какая Беда А вот И Мэг Две Штыки А мне Только Один Специалист Овервотч Один Нет Тут Один Крисолид Вышел Тут Мирного Бьет Ну хорошо Он на иллюзии Это же Видется Это радует Эти подгорают Паника Снята Скорее Даже Снято Тут В первую Очередь Лечить Яд Снимется Да Восстановили Очки Здоровья Видим Двух Солдат Откатился Конус Но тут Не так Эффективно Работает Безумием Да Попробуем Безуменно Крисолида Все равно Безслуко Стрелять А в Имарии У нее И модулей Нормальных Нет И Ооо Взяли Крисолида Под контроль Так Это Интересней Тот Стоит На Овере Ломать Я его Не могу Потому что Только что Сапом Другие Вещи Делал В принципе Наверное Самая Приоритетная Цель Сейчас Это Это Даже Солдат Все таки Да потому что Под Мэка Мы будем Подкрик Ну Короче Он далеко Этот Самый Мэк 8 хитов Солдата Стейк Сняла Отравила Без У нее Минимальный То урон Какой Вроде Трешечка Стояла Трешечка Наносила Двоечка Видимо Из-за Армора Крисолидов Попал Просто Попал А что По мирным 8 человек Осталось Капец Ладно Тебя на Овервотч Ставим Лечить нужно Тяжем Крисолид Под контролем Как бы там Мэк АОЕшку Не залил Сюда Убежал Овервотч С патронами Прям Чет Ой Меня может Увидеть Просто Да Я Я сейчас Подставил Свою снайпера АОЕшку Контроль Контроль Над разумом Потерян Да Не охренели Львы Что Это Такое А Там Там Дэмэдж Нанесен Был По Психу Тут Стабилизировать Надо Вообще Начало Классное Тут Тяжелый Мег Естественно Стреляем Убили Две Аптечки Тратить Стабилизируем Авумарию Вообще Классная Миссия Так Здесь Ох Здесь Перезарядиться Надо Ну ладно У этого Крисали Не так Много ХП Меня Больше Мирные Беспокоят И Последний Хил Надо Тратить На Этого Какое Ужасное Начало Это Вообще Куда Ты Стреляешь Ему В ноги Ну Естественно Так Не попадешь Четыре Хита Холли И Тей Ну Тей Убьет И вон Тей Холли Постреляет Да Готово Жесть Какая Какая Жесть Перезарядимся Нет Рочь Да И от Крисолида Действует Там Крисолида Сверху Но Поубивали Мы Что Получается По Крисолидов Раз Три Человека Два Мэка Два Мэк И Солдат Три Семь Человек Еще Один Крисолид Еще Один Крисолид Это Уже Девять Но Их Но Их На самом Деле Пятнадцать Плюс Еще Из Яиц Повылуплялись То Есть Тут Как Бы Да И Как Бы Пока Не Подлечился Что Пулить Не Хочется Перезарядка Тут Последний Хил Пошел Жесть Ну Хоть Сегодня Интересно Было Я Все Равно Сейф Не Хочу Из Перезарядись Подробно Восемь Мирных Сто Я Не Того Подлечил Кажется Я Реально Специалистом Подлечил Себя И Это Значит Сейчас От яда Крисолидов Если Он Сам Со Временем Не Проходит Он Не Проходит Это Гуф Ну Двоих Я Не Готов Терять Двоих Я Терять Не Готов Увы Давненько Такого Не Было Будем Внимательнее К Новым Юнитом И Нужны Штурмовики Против Них Во-первых Потому что Ближние Дистанции Дробовики Всякая Мясоробка С мечом Криты Того же Самого Дробовика Смеками Ладно Мэков Скорее всего Я просто буду Блочить Не буду Захватывать Просто Блочим Мэков Паша Их там Убивает В два Хода Каждого А остальные Все Средотачиваются На убийстве Крисолидов Так Это минус Один мирный Причем Крисолидам На самом деле Пришельцы Не злые А пытаются Принести Землянам Демократию Свободу А ты мешаешь Да Есть такая Версия На самом деле То есть Из этой Версии Как бы Во многом И выросло Наверное Такое Продолжение Второй части Что мол Вот мы Такие Хорошие Договорились Все дела Первый Пак Два Мэка Ну и сейчас Удивления Видите Уже нет Встал Обычный Нет Встал Клевый На овер Ну я Пытаюсь Запускать Протокол Блокировки Но сначала Наверное Нужно Протокол Помощи На Человек На иллюзию Кинул Протокол Помощи Да ладно Блокирую Обоих Просто И все Два Специалиста Там вероятность Сверх положительная У одной Сто процентов У второй Тоже кажется Сто Что-то в этом роде То есть блокировать Просто Самое главное Этого жесткого Заблочить 65 Нифига себе Этого сложно А потому что У нас Да Специалист не такой Давай 65 Ты справишься Справилась Молодец Хорошо Отключили Раз И Спулили Крисолидов После этого Сразу же Сюда нужно Гренку Закидывать Прямо Вот Инфа Соточка Ну и Да Ракету Или Импульсную Кажется Рокет Покруче Будет Но Рокет Кажется Да Рейнж у него Другой Давай Плазменную Гранату 7-8 Бронь Подрежем Урон Нанесем Там Три Человека Я Расслабился После того Как Первый Пак Крисолидов Убил То есть Снайпер Один Настрелял Снайпер Второй Настрелял Как бы Все клево Так Тут руки Молнии Но сначала Наверное Нужно Заблокировать Этого Мэка На самом деле Этого Мэка Можно и Захватить Сейчас Было До Выстрела Граната Естественно Сейчас Просто Вероятность Будет Очень хорошая Захвата Я же Хотел Не рисковать Сейчас На проценты Будет Да Давай Просто Ломаем Его Полностью Если Лучше Смерть Опустить Можно Лучше Но Они Вроде Не на Одной Прям Линии Стоят Можно Обойти Попробовать А в Марии Кстати Она Может Все Позволить Это У нее Мобильность Хорошая Скажем Отсюда Запустить Луч Нулевой Удар Как Он Пройдет По трем Очень Хорошо Пройдет Да Это Халява Халява Дешевая Ну И Просто Расстреливаем Даже Без Даже Без Всяких Там Спец Обилок Меток И Прочего Тей 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 Тоже С Общим Видом Тихонечку Будет Постреливать Но У нее Патроны В Винтовке Хотя Крит На Семерочку Сработал Он В любом Случа Еще Ход Будет Отдыхать Поэтому Что С Него Взять Следующий Пак Далеко Мэг Отрываются Не забываем Еще про Безликих Которые Могут Появиться Неожиданно Но По сравнению С Крисолидами Что-то Безликие Вообще Ни О чем Это Крисолид Выкопался Побежала Куда-то Здесь Братком Продолжаем Настреливать Учитывая Что у него Клевый Урон Можно Было Метку Поставить Защита От Взлома Снижена Здесь Можно Стрельнуть По Нему Так Тут Наверное По Протоколам Атаки Можно Лучше Лучше Стоит Его Добить Потому Что Следующий Ход Он Приходит В Себя Протокол Нападения Не хочу Подходить Ближе Чем Я Вижу Так Мэг Минус Почему Убиться Не подойти Не Нормально Не торопись Не Торопись Я Приходит Крис Оледик Вот Что Это Такое Он Выкопался Сразу На пол Экрана Прыгнул И Побежал Еще На Меня Ой Хорош Беск Затащила Это Тот Чардж Видимо О котором Брат Рассказывал То есть Он Рывком Преодолевает Значительные Препятствия Еще У нас Один Мирный Да Хватит Я Умею Считать Еще Крисолиды Один Родился Как Вы Видите Написали Справа Ту 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 Ну Я Подхожу Мне Все Ром Двигаться Нужно Вперед Что Это Мобильная Связь Так Братку Наверное Стоит Перезарядиться Пока Мэки Очень Близко Да и Учитывая Это что В любой Момент Может Крисолид Выпрыгнуть Что Я Не Хочу Так Вот Лезть Так Ну Вроде В Багдаде Все Спокойно Что По укрытиям Может Просканит Сейчас Хорошая Кстати Идея Все Полуукрытие Понимаете Все Полуукрытие Давай Поближе Чтобы Скан Эффективнее Было Сейчас Еще Спулить Можем Скан Пошел Так Че знаем Один Три Человека О Еее Одного Безликого Увидели Ну Вот Есть Чем Заняться Он Далеко Достаточно Далеко Можно По крайней Мере Подойти До Братка Я пожалуй Тоже Подведу Вот сюда Вот Это Овер Ща Прибежит И здесь Еще Маки Бегут Еще Минус Один Мерный Да Бежит Безлики Но Он Не Должен Добежать Вообще Пацаны Уже С Хорошей Точностью С Хорошими Пушками Еще Тут Гарантированные Три Три Урона На промахе Голографическая Метка Стоять Да Ладно Два Хита Неужели Ты еще Ударишь Не ударят Это На рывке Он Бежал Просто Возможно Поэтому Меткость Была Ниже Ну что Я хочу Просто Это Понятно С ним Все Я хочу Мэка Остановить Уже Бески Пожалуй Подойду Куда Ни Сюда И вроде Как Я уже Смогу Увидеть Мэком Не Не Смог Так Нужно Освободить Еще Спасти Точнее Четырех Мирных Осталось Их Семь Всего Ну Где же Ты Гад Реально Не вижу Не вижу Я его Знали бы Вы Как Стремно Мне Лишнего Подходить Окей Давайте Так Ну Нифига Подобного Запас По мирным Еще Есть Поэтому Аккуратней Кого-то Выходит Мэк Ты Что-то С пистолета Начала Мазать И это Меня Настораживает Кстати Может Ваншот Сейчас Браток Ребят Вы что Сговорились Что ли Мэк Продвинутый Три Армора Давай Подходим Подходим Там Откатился Протокол Блокировки Поэтому Все Метку Поставим Армор Поглощает Значительную Часть Урона Еще Один Овер От Эвамарии Ой Хорошо Прострелили Даже Смеряный Армор Ну Ок Значит Протокол Блокировки Запускаем Евгений Гусевый Его Вырубаем На два Хода Не Захватываем Ааааааа Жадность Да Да Попробуй захватить его Пожалуйста Говорит Лаки Мир Как раз В чатике Да Вот Не Я Все Равно Его Убью Без проблем Я бы не стал и рисковать, если бы не был уверен, что мы в этот ход его с очень высокой вероятностью убиваем. Так. Ну, либо мы блочим его просто, да? Второй раз. Да ладно! Скотина! У меня все нормально, все нормально, я так и рассчитывал. То есть я допускал, что и такое возможно. Я б не стал его пытаться брать под контроль, если б не был уверен, что я разберусь. Разберись, Миша, пожалуйста. Поехали. Вообще, изи. Да ладно! Браток просто не видит Мэка! Это такой провал просто! Ой-ой-ой-ой! Что ж вы со мной делаете? Да ладно! Издеваетесь! Да я понял! Не, ну че, меня Маяк-имитатор должен спасать. По-другому никак. Я думал, Паша его просто ваншотнит сейчас и все. А Паша что-то вообще не очень. Паш, ладно, снимай этого, по крайней мере, ну. Он хорош. Я его дважды бафнул, там у него точность защита такая, что... А, да-да, я его как раз и по защите тоже бафнул. Только не ОЕ, просто стреляет, смотри какой. Это ты из протокола защиты. Да, у него очень сильно апнулось. Ну ясно, еще крисолидов нет от них. Нет, это Мэки. А че он не стал голограмму-то бить? Слушайте, а у нас мирных-то не остается. Ну, конечно. Он еще успеет добежать. Голограмму жри! Жри голограмму! Да ладно, как так-то? Что у нас по мирным? Один человек в запасе. Трэшачок! Просто трэшачок! И нужно, типа, вперед бежать. Понимаете? По-своим еще урон наносит. Ладно, давай так. Пыщ! Реально, мне нужно бежать вперед. И пулить на себя. А потому что как иначе-то вообще? Еще безликий один не забывай. Никого не видим. Я на это. Мэг еще куда-то убежал. Тот бафнутый козлина. Так, а что у нас по мирным-то? Четыре человека в нашей половине есть? Конечно, есть! Вон их сколько! Один! Не, вроде бы лещен. Да... Ну и куда я сейчас подставлюсь? Там Мэг спулин, понимаете? Я в любой момент могу сейчас... Просто... Не, надо действовать более агрессивно, пацаны. Надо сейчас двигаться просто вперед. На полхода. Пытаться пулить, кидать маяк и двигаться дальше. Да где же вы все? Увидела вроде. Да, вон он. Паша вообще не в теме. Он тут хрен увидит этого Мэка. Надо его поставить так, чтобы... Хоть на следующий ход он его как-то... Куда там? Неужели никак? Никак. Ну я еще один маяк должен юзать. Ну я еще один маяк должен юзать. И про оберочи не забывать. Опа! Мэг уходит наверх. Еще Крисолит. Подходит. Но я его не убью с двумя оберочами. Хотя с критом нормально. Кто-нибудь еще попадите и все. Именно вот надо попасть в Беском. А он не к нам бежит вообще. Ой, молодец. Хорошо. Надо было, кстати, записывать, чтобы по килл сам, в общем. И фиксировать. Еще один Крисолит родился. Надо поменьше молчать, потому что по икскомовски известной... Теме... Крисолит рождается в тот самый момент, когда мы молчим. Ну где, где, где? Что, что? Я понимаю, что музыка идет. Ну где? А, типа это как раз, видимо, ивент адвента так срабатывает, что я их не вижу, а они меня видят. И после этого происходит такой вот музон. Ну фигово, я не могу каждый раз подходить, тратя маячок. Так, ну, маяк есть последний у братка. И у Те есть маяк, но мне же нужно его... Ладно, давай, агрессивно вообще. Какой выбор? Я же должен видеть врагов. Ёппереса ты! Ох! Ой! Да ты что?! Овервотч! Три мэка! Протокол блокировки не работает сейчас. Тут фланги хорошие. Ой, браток же, браток же сейчас закроет это все дело! Да, езжешь! А, но у него маяк имитатор последний. Больше маяков нет. То есть, либо браток стреляет... По большому количеству людей... Ой... Черт! Круто я попал на ТВ. Давайте думать. Помним про Overwatch. А в Эмарея с этой позиции мы никого не увидим, в принципе. Напрашивается, конечно, протокол атаки на дальнего мэка. Чтобы оверснять. Протокол защиты напрашивается на Беску. Ой, в смысле, на Тей. Захвати кого-нибудь. В смысле, я даже еще раз говорю, блин, я... Я же не могу захватить, пока не увижу. А я реально никого тут не вижу. Я же проверил специально, докуда я смогу добежать. Что я смогу увидеть? Ничего я не смогу увидеть. Захватывай мэка. Еще раз. У меня протокол блокировки в КД. Не слушайте вообще. Ну как можно... Это что мы делаем? Протокол защиты, да. Протокол нападения на мэка. Увидит она его? Не увидит. Она его не увидит. Без подхода. А подходить это овервотч. Кем лучше всего взять, снять овервотч? Хэвиком, потому что хэвик в любом случае должен подходить. Кидать пусть кислотную гранату. Главное там армор снимать. И этих еще потравить. Ну плюс она самая бронированная, плюс у нее армор есть. И плюс ее не увидят на самом деле на овервотче, так что все нормально. Так что мы можем овервотч снять просто кислотой. Хренас два. Рейндж-то не тот. Так. Варианты. Точно кидаем маяк, братком. То есть мы им скорее всего подходим и кидаем маяк таким образом, чтобы все их видели, но он был за фулл кавер. Хорошенько надо проверить, чтобы все видели. Скорее всего вот сюда придется кидать. Потому что дальний все равно не видит ни черта. То есть ты подходишь ориентировочно сюда. Это фулл укрытие и далеко. Далее, далее, далее. Ох, расстояние какое. Какой выстрел кислотной гранаты что-то несешь. Майк имитатор. Вот, мы можем его не в такое большое количество мест закинуть. Надо проверить еще раз, что повижу на поточках. Вот меня дальний мэк беспокоит, понимаете? Дальний мэк меня беспокоит. И я... И он увидит только вот... Только вот здесь. А, или вот здесь, вот хорошо. Вот здесь мой акомитатор практически идеально, потому что у него есть и кавер. И на него протокол защиты мы как раз забубеним. Но помним про то, что сектоиды не ведутся на протокол. Да, одна маленькая проблема. Мы сюда не докидываем ни хрена. Так, а это полуукрытие, полуукрытие. Но тебя дальний мэк не видит. До куда ты докидываешь? До сюда докидываешь. Но не видит он опять. У меня нет точек, за которыми меня, типа, мэк дальний видит. То есть я в любом случае подставляю тэй. Бом-бом. Это бом-бом. Что по сапрессам, да? Куда там какой сапресс? Ну черта не видно. Тут скорее мы кислотную вынуждены будем кинуть в крисолида. Чтобы его гуфнуть с большей вероятностью. Какая жесть, ребята. Какая жесть. Так, ладно, хорошо. Давай мы тогда забиваем на... Выбираем точку, в которой видит... По крайней мере... А, вот здесь вот неплохо. Вот здесь вот видит дальний мэк. Правый же еще. Так, либо сюда, либо сюда. Но лучше кавер. Выбери кавер. Выбери кавер, Михаил. Что по этой точке? По этой точке все плохо. Видят только трое. По этой видят все. Мы не докидываем сюда. Да, нет. Да, да. Нет, да. Ну вот, вот здесь есть кавер, если докинет. Вопрос, куда мы маячок докинем. Докинем туда. Вот сюда докидываем. Получается полуукрытие. Поехали. Браток пытается отвлечь. Полуукрытие поставили. Здесь протокол защиты, скорее всего, раз. Потому что маяк должен держаться. И потом пострелять еще по крысолиду. Окей. Протокол защиты у нас идет на проекцию маяка имитатора. Ну, плюс 30, как-никак. Это раз. Холли может исходить. Пострелять по крысолиду. Беска, в общем-то, может тоже. Кислотную кидать не хочется на этом ходу, потому что я снесу, ну, буквально, либо крысолида, причем вместе с укрытием я сношу. Задеваю укрытие еще... Не-не-не, это вообще не вариант. Скорее всего, здесь мы либо сопрессим, либо просто метку на крысу ставим. Да, давай так сделаем. Более правильное действие. Два урона, промо-хок. Сейчас вероятность попадания будет повышенной. Но вопрос все еще тот же. Стреляем по крысе или протоколами пытаемся фигарить? У нас есть три человека на походить. Женька... 95, 5, 7, армор. Ну, выстрел будет в любом случае лучше, чем протокол, если он попадет. Даже с учетом армора крысолида, поэтому стреляем. Так же, как вы видите. Но зато протокол атаки мы можем засейвить и панамеков. Так, теперь авамария должна пострелять, по крайней мере, по крысолиду. А, она же никого не видит. Она же его не видит и не увидит. Гренку она не докинет. Че делать? Крисолид-то по Тей будет стрелять. Так, мы его не убьем, если только крит не прокнет. Это какая-то грязь просто. Точно ниоткуда. Грану-то мы не докинем. Ладно, подходи как можешь поближе. Ну и здесь последний выстрел. Гренку точно никак? Да там вообще даже близко нет. Холли, если можно, критони, пожалуйста. 20% понимаю, но надо критовать. Давай. Ай, нет, это броня желтенькая, я думал, крит. Ну вот и все, уважаемые зрители, девочки и мальчики. А-а-а-а-а-а-а-а-а. Еще вот так вот мы, да? Ну, тебя вообще не хватало тут для полного счастья. Крисолит побежал На иллюзию купился Мимо О, держись, иллюзия Иллюзия Илья, мы ее назовем Привлекает внимание Всех, всех Мэг бежит, который с овером Подходит Видит Иллюзию Иллюзия держится Илюха, держись Илюха, мы с тобой Не дадим в обиду Илью Илья Твоя жизнь коротка Всего один ход Но мы верим в тебя Сиди и держись Илюха Красавчик Царь просто, царь Илюха Илья Илья Молодец Но все равно держится Кто там еще не походил Еще один Мэг Овервотч Бах, 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 бах Вот это выстрел на промах Флангуют Илью Нет, этот просто на чарже забежал Еще один Крисолит Подбегает безликий Это такая дичь сейчас будет по дэмэджам Еще не прям картинка веснет Альдар на связи, в общем Я пережил этот ход Давайте альтабнусь Ну может это моя Ааа, это мой интернет, ребят Это мой клевый интернет Реально от меня полторы тысячи дропов Прошу прощения за провайдера Сейчас я переключусь на второго провайдера Это приведет к Миссу трансляции Это не гудгейм виноват Это мой провайдер классный Вот Запись будет единым файлом все равно Но Стрим ляжет на некоторое время Ну надеюсь, что в пределах минуты Все нормализуется Так, я еще не ушел А вот сейчас ушел Так, все, возобновилась трансляция Прикольно Надеюсь, этот не будет лагать Доедешь Так, ну Проблем у нас меньше-то точно не стало Посмотрите на это На это количество народа Блокировка Тут браток, конечно, с конусом дикий Он закроет все Просто вот так вот Закроет Скорее всего, надо будет Закинуть гренку с ядом На максимальное количество Биологических И арморированных Целей О, а кто у нас По факту-то Ой, там армор Сзади Главный У этих всего поединички Кристалиды мне не нравятся В принципе, все не очень У нас же есть У снайпера пистолетного Да, отлично Сейчас такое количество дамага Должно улететь Ребята Главное, чтобы я выдержал Этот ход Так, овервотча Там вроде не было Значит, это умрет И без гренки Этот близко Опасен армор Самые опасные Два мэка Это не два мэка Это один мэк Плюс Со щитом Товарищ То есть надо гасить Вот раз, два, три Армор Скорее всего Вот этих вот накрывать Хэвиком Если мы, конечно, хэвиком Остаемся в этой позиции Раз, два, три цели Четыре, пять Да, получается Так Четыре, скорее всего, пять Нет, четыре цели просто Просто четыре цели Два крисолида Безликий и мэк Нет, пять Пять крисолида Справа захватим Остается ли хэвик В этом укрытии Вопрос такой Психа сейчас посмотрим Кажется, нет КД у психа В любом случае Это раз А как он по-своему Кто там свой Илюха, что ли? А кто там свой Я не пойму Гражданских вроде нет Там дроид Не вернулся От иллюзии Полетели, да Это раз Кислота пошла А, слушайте У нас, во-первых, есть Один маяк-имитатор Поэтому все вообще изи Протокол атаки Скорее всего, надо будет Использовать На мэков дальних Бронированных Потому что Ну вот так подходить Скорее всего, придется И кидать по-дальнему Это не мэк Это обычный товарищ Так, здесь конус будет Что у психа? У психов КД На доминирование Можно сделать 69 Крисолит Нет Или гренку Вообще, за укрытие Надо для начала уйти Раз Ну и теперь только По крисолиду Но в этом смысла мало Он всего ход держится Здесь два выстрела Из пистоля Если бы позволю Здесь сразу конус Выставляем Таким образом Скорее всего Потому что левого Я затрагивать не буду Перемещения основные Будут здесь Женька Протокол Нападения Скорее всего Тогда на ближнего Мэка будет делать Протокол защиты Пока в КД То есть Мы просто Можем подойти Конечно Но это рискованно А, нет Слушайте Я могу По дальнему По тяжелому Мэку Наверное Опаснее Этот все-таки Давай Так Я не могу Один на один Юзать Я же хочу Этот Использовать Этого Мэка Хорошо бы Нейтрализовать Фризы Опять Опять дропы Ёпп РСТ Что то фигня Что это фигня Ну и битрейт Если они будут продолжаться Битрейт пониже Просто разрешение пониже Прошу прощения Это мой Клевый провайдер Так А если гренку Если гренку Только на Мэка Разрушим армор Ты можешь пострелять Наверное С Практически таким же успехом Не Не с таким же Окей Значит здесь Мы делаем Пару пистолетных выстрелов Правильно? Правильно Холли Холли должна кинуть На иллюзию Протокол защиты Иллюзия должна Быть в таком месте Чтобы ее видели все Без исключения При этом она находилась За укрытием Желательно полным Все видят? Все видят Отличное укрытие Отличное укрытие Тогда пробуй Докинешь За эту позицию? Докинешь Тогда Руки молнии Раз По кому? По кому? Ну по ближнему Мэку Лучше всего А ближнему Мэку Алинас поддержал Ваш канал На сумму 3000 рублей 3000 рублей пришло Спасибо за замечательные стримы Спасибо что смотришь Это круче многих фильмов И такая ностальгия Ностальгия Ха Ну здесь конечно очень много Короче я хочу сейчас попробовать Под Под Равнять хп Чтобы было проще Братку их убивать всех Поэтому руки молнии Раз Нет это был выстрел С пистолета обычный Безлики Не он Мэка и так убьет Налитного солдата Да Сейчас действия 2 Не требует Ничего После этого Да у братка всего 3 выстрела Мало патронов Это проблема Сюда закидываю Маяк имитатор 3 Который все видят Вешаю на него Защиту 4 Протокол защиты Протокол помощи Убиваю Мэка Протоколом нападения Ориентировочным Потому что он флангануть Может и быстро Его убить Да давай так У нас осталось еще Ава Мария Она в принципе тоже может встать На овервотч С богом пацаны Вроде все Что хотел сделал Их осталось еще много Но я должен был бежать вперед Чтобы Так тут 2 хита Плюс 3 Минус 3 хита Учитывая кислоту Крисолит Минус 4 Яд действует Очень хорошо Тут Просто упал Тут просто упал Тут еще Отравление Но Стоит Сейчас побегут Ведь Единичка Отравление А там Отравление Отдельно Видимо от пули Отдельно от грянки Тут срабатывает Первый овервотч От Ава Мария Она мажет Крисолит Добегает До цели Наносит Неплохой урон Половину хп снимает Сейчас браток Должен действовать 3 выстрела Как раз против мэков Давай Фулл ДПС Раз 9 хитов Следующий Мэг Стреляет Попадает Оооо Ой Сейчас два действия Это полуукрытие Это провал Давай 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 Надо убивать Браток Особенно Надо убивать Мэга Который Ваншотается Вообще Тут никак Вообще Никак Вообще Никак Флангуют Ой Какой ты Вот Обожаю Щитовиков Вот Только за это Сейчас Мэг побежит Еще один Его кстати Даже несмотря на щит Пайшу может убить 6 урона Щит убран И умер Все Никто кроме Илюхи Не пострадал Клево? Я считаю Клево Вообще Шикардос Так Протокол Блокировки Есть И Самое главное Конечно Вырубить Вот этого Мэка Под щитом Из такой Жесткой ситуации Вообще Выруливаем Просто дичь Сейчас осталось Все запороть По-быстрому Протокол Блокировки На тяжелого Мэка Юзаем Потом реально Нужно Щитовика Попробовать Убить Отключаем Просто цель 100% Инфа Не хочу Рисковать Мне уже С этими Мэками С этими Взломами Хватило Так А как Этого-то Вырубить У него 4 4 армора Капец Браток Вообще Ничего Не может Сделать Он Перезаряжается И с пистоля Вырубает Например Крисолида И то не факт Хотя Там армора Нет Так что Он Его Убьет Да Давай Хорошо Еще Кританул Для убедительности О Левелап У братка Хорошо Так Мы можем Пробить Можем Пробить Мимо Армора Но не Мимо Щита Это Тоже Фигня Вопрос Как Щитовика Убивать Беска Может У него Поснимать Конечно Что Перезарядись Тогда Перезарядись И стреляем Ну Просто Просто Метку Поставить И броню Снять Так Здесь Руки Молнии Выстрелы С пистоля Скорее всего Вплотную Поэтому Не урон Холли Четыре Еще Возьмет Тут Гренкой Можно помочь О Гренкой Сейчас еще Армор Берем На Мария Шишна Подходит Гренку Он не докинет Кажется К сожалению Я не рассчитал Этот момент Она может Взять И сделать Доминирование На него И это может Привести К сбиванию Щитов Дай попробуем Не удалось Так Остается Холли И Тей Я не убью Его Скорее всего В этот ход Мне нужно Просто Хотя у меня Уже фланг Я подставил А вы Марию Да Даже если Выстрел С пистолета Один на один Прошлись Допустим Этот умрет От яда Но Все равно Выходит Хрень Либо Холли Просто попадает На чудесах По нему Просто Из пушки Что маловероятно Я не хочу Псих Подставлять Может еще Паника Сработать Поэтому Я скорее всего Попробую Просто Нанести ему Урон Протоколом Нападения Четверочку Мимо Снесу Сейчас Только Оценю Насколько Вероятно Попасть Может Там Чудо Какое 76 Неплохо Блин Если Попаду То Хотя Я сниму То Господи 5 7 Минус 2 Армора Нет Это Вообще Чушь Лучше Стабильный 4 Мехи Умеют Паниковать Это не мех Это щитоносец Мех-то Выключен На ход А что Щит снимается Когда ты Урон Наносишь Нет Это Баг Просто Такой Что Мигает Щит Ну ладно Тогда Пистолет Ну хотя Здесь Вероятность Крита Хорошая 20% Раз Плюс Отравление Там же Еще Сейчас Руки Молнии Да Отравление Да Все Получается Блин Класс Это Минус Это Не Минус Точнее Вот Это Минус И Слева Минус Ну От Яда Умрет На Следующий Ход Вообще Тащим Просто Тащим Щит Убран Щит Убран Ты Еще Оп Кислот Нажег Этот Это Отключен Все Браток Стреляет Браток Скорее Стоит Убивает Ему Пофиг На броню Это 11-13 Там Дамага Столько Что Ну что Последний Не последний Что ты ожидал? Не последний. Так. Фух. Жесть какая, а. Скорее всего, кресолиды где-то. Ну, безлики еще не выкапывались, поэтому я лучше пойду в центр. Вряд ли сверху тут перезарядиться нужно. Чередуем овервотч с перезарядкой. А вот, кресолидик выкопался. Побежал, овервотч есть. Хорошо не всеми стал перезаряжаться. И начнем с меточки сразу же. Ой, попадание, сразу минус армор. Ты жив еще там, друг? Давай, подбегай. Тут без штрафа. Ну, то есть плюс 10 меткости, точнее. Все. Кресолиды убили. Еще один. Еще один. Так, ну мирных надо спасать, ребят. Надо спасать мирных. Подходим так. Подходим так. Опа, увидели. Кресолиды же увидели. Кого увидели? Нас, скорее всего, увидели. Это опять же, вот этот ТВН, чертов. Опа. Так. Хорошо стоишь. Давай лучше перезарядись и овервотч. Опасно все равно. Протокол бы защиты повесить. Но они у меня уже закончились, эти протоколы. Браток, точно на овер? Тут точно овер. А, нет, есть протоколы защиты. Музыка заиграла, когда я поставил кого? Скорее всего, когда я поставил Женьку. И у нее всего один патрон. Давай-ка мы протокол помощи на себя и кинем. Беска подходит. Не обязательно укрытие, на самом деле. Тоже один патрон. Но ей нужно просто стрелять первой, чтобы метку поставить. Тоже поближе. Там два кресолида. Двух я могу и не убить во время подхода. С богом. Выкапывается. У этого пять хитов плюс армор. Отлично. Все, минус один. Там есть какие-то маленькие кресолидики. А есть такие поплотнее. Такие. Но по пять рублей. А, все. Со второго трая, правда. Но, блин. Я впервые с кресолидами встретился. Безупречно миссия. Но вот этот момент, когда четыре пака фактически. То есть там Мек такой, Мексикой, солдаты, кресолиды. Потом еще Безлики подтянулся. Это было, конечно, круто. Там восемь человек в один момент где-то было против нас. И только Илюха затащил. Вот, вот. Чаще всего под огнем. Проекция маяка имитатора. Илюха. Илюха наш. Процент попадания 85. Два ловелапа заработали, кстати. Дропов вроде после старта больше не было. Так что вроде тянет. Только игра что-то подвисла. Окей. Ну что, ребят. Что там по ловелапам? Браток, кажется, апнулся. И Беска, смотрите. Браток. Мишень или верный прицел? А, ну мишень это... Я ее даже пистолетом не брал. Ну верный прицел. Если вы не двигаетесь, то получаете меткость и критон. Меткость у нее 94 плюс 15. Беса получил тоже предпоследнее звание. Артиллерийский залп. Использование гранат тяжелого. Первым действием не завершает ход. Или шквальный огонь. Выпустит играть пуль, который гарантированно поражает, но серьезно расходует боезапас. Извините. Это можно вообще... Выстрел из ракеты кинул гранату. Или выстрел из ракеты отбежал. Так, трубка Ресолида есть. Из новенького. Нам об этом сообщают, что можно его вскрыть. Доход увеличился. А вот еще он их... Да я понял. Что бы сделать? Чемандор. Ладно, на чем мы остановились до Террора? Да, мы ретранслятор делали. Разве данные можем получить? Конвой. Но я вот к этой точке стремлюсь. Аспирант восстановился. Все. Доход увеличился. И мы можем заменьшить количество разведданных за 80. Восстановить контакт с регионом. Последний контакт 11. Но там делается еще один модуль. Так что все хорошо. 7 дней. Пробуем. Но цели не ждут. Итак. Ох, проект Аватар. Значительный прорыв, добавляя 2 единицы к прогрессу проекта. Уничтожить третранслятор экстремально сложно. Дадут ученого. Здесь просто сложно. Дают им жаскрытые события. Или материалы превышают стоимость разведданных. Ну, это терпимо на самом деле. На месяц, по крайней мере. Мне кажется, нужно в Западную Африку лететь. Во-первых, потому что плюс 2 единички запустится сразу обратный отчет. Во-вторых, нам нужен ученый. Да, нужно сюда лететь. Да, разведданные все равно можно получить. Там есть миссии, где можно взять. О, стоп. Я не посмотрел качество противников. Стоп. Андромедон. Это тот громадный кислотный элитный солдат, щитоносец, тяжелый мексик, тоит Архонт. Я не верю. Ям-то дочь Тор поддержал ваш канал на сумму. Ям-то доктор. По традиции. Ежестримная поддержка. Спасибо, Ям-то доктор. Большое. За сатенчик. Я думаю, брать мне штурмаша или не брать? Вообще, стоит бы, наверное, брать. Много урона как раз по... Не хватает мне хотя бы одного товарища. Может, меча мы даже сделаем. А кого убирать тогда? Вот вопрос. Псих себя очень хорошо зарекомендовал. Беска, безусловно, нужна. Браток и... Тей, безусловно. Учитывая то, что там только один мэг, можем избавиться от одного спеца. Оставить, например, только Женьку, потому что у нее... Ой, в смысле... Да. Да, давайте с одним спецом сейчас слетаем. Возьмем аспиранта. Проверим у него... Адаптация, да, здоровье. Не нравится мне там. Ему надо крит давать. Ему как раз патрон на крит нужен. Он был у Холли. Вот он, патрон-коготь. А, у меня аптечки тогда не будет. Давайте посмотрим, на что мне. Может, на меч хватит? Нет. И Лерия нет, и материалов не хватает. Дорогая игрушка. Можно еще, кстати, патрон на синий экран сделать. Только вот вопрос, кому их давать. У Теи нет, у братка уже есть. У аспиранта нет, крит важнее. Можно саппорту дать. Женьке можно дать. У нее... Маяк-имитатор. Соответственно, этот... Черепной бур, или как он называется. Ну, короче, я возьму. Вместо маяка маяк передадим. Но она стреляет хорошо. То есть у нее овервотч срабатывает классно. Но мне нужно тогда штурмовику давать маяк-имитатор вместо плазменной гренки, например. Убеждаться в том, что у меня 4 маяка. Раз, два, три, четыре. Здесь гренка... Ну, я не могу здесь гренку другую сделать пока. Кроме плазменной. Светошумовую не хочу, зажигательную тоже не хочу. Что-то я еще забыл. Персональные боевые... В смысле, апгрейды на пушке. Что у нас по апгрейдам? Улучшение оружия. Шанс крита. 10 плюс 15. Топич. Ну, хотя есть там на пятнашечку, кажется. Но у меня такого нет. Шанс на доп. действия. Ок. Беска использует быструю перезарядку плюс урон при промахе. Ну, это Тея. Ей, по сути, эти апы особо не нужны. А вот у Женьки... Не очень хорошие. Меткость ей надо было. Улучшенный прицел ставить. Шанс на доп. действия. Может быть, урон при промахе возьмем, чтобы патрон гарантированно наносил? Или он не работает таким образом? Проверим, кстати. Давай проверим. Да, не хватает еще апов. Но у Павла Кузнецова все хорошо. У него размер магазина, который нужен для его обилки. Плюс топовая меткость. 15%. Окей, ладно. Да-да-да, видел бонус от регионов. Слот для модулей. Это, на мой взгляд, самый классный бонус вообще, который только можно придумать. Потому что модуль, по сути, он пару апов дает тебе, если меткость брать. Поехали. Ликвидировать всех пришельцев. Миссия без... Как бы... Бесхитростная достаточно. А, и уничтожить ретранслятор. Забыл. Видите, у меня кружка пропадает. Смотрите. Есть кружка. И тут она как бы исчезает. Магия. Поехали. Техники нет. Двое патронов от техники. Молодец, говорит. Лорд дал Аллах. Там же Мэг был один. Вон он стоял. Там же пишется, что кто будет на миссии. Вроде Мэг был. Сразу здесь был. Но спасибо, что похвалил. Ценю. Так. Вроде как неплохая позиция для снайпа. Вообще неплохая позиция для снайпа вот эта вот. Если, конечно, в ближайшем будущем у нас не будет врагов. Ну, поехали. Главное, не бейте стекла. Двери с ноги не открывайте, и все будет ток. Так, там увидели уже. Похоже, что вышка скорее чем... Братка сразу заводим сюда. Даже не за укрытием. А, говорят, Андромедон еще после смерти является техникой. Ясно, не знал. Такие нюансы вообще классные. Да, 8 ходов. У нас жесткое ограничение по ходам. Это... Поэтому, собственно, я на фолл ход практически сейчас и иду. Но карта вроде не очень большая. Ой, там сразу Архон. Там Архон справа, судя по звукам, Мэг. он архон сиктоидом стоит что взорвалось что такое что вы без меня-то ломаете я опасаюсь а это мирный просто меня типа палят чуть-чуть не добегать ним не добегаю ладно работаем это раз смотрим первый пак как что мне было ячейки что они меня видят а наверное это адвентовская хрень опять что типа они более внимательные и у них раньше видимо больше чего отображается скорее всего в этом делом а какова вероятность захватить архон воля 100 у него нифига себе все атака 89 базовый шанс 50 у этого тоже воля серьезная да ладно так справимся нам правда для того чтобы все было совсем хорошо нужно пострелять метку поставить на этого упыря сиктоид вообще не противник как бы тут главное повысить шансы попадание по архону я не хочу в полукрытия стоять не хочу на месте стоять это раз это погоди и этот вас этот рис защита минус 25 промах 3 хита метка поставлено боевое безумие надо сделать так чтобы паша с высокой вероятностью сверху добил архон и тогда у него будет еще один выстрел они тогда он просто перезарядиться пистоли ли не пистоли но армора у него нет я думаю что можно мочить и как бы пистолетом просто раз плане не у него еще до вас и 3 в эти один на один я естественно на двоих тратить не буду тем более второго не вижу еще пока так что у нас по шансам 68 по 92 даже общий вид защиты метки глаз минус 30 надо будет стрелять 92 метким глазом ну надо бы еще немножко снять чуть-чуть чуточку хп шички прям чуточку и скорее всего обычную гренку сюда кину чтобы снять укрытие а я не даст не достаю да получается столько частично укрытия снимаю копье тратить тоже не хочется ладно аспиранты же у нас критом вообще тоже расплотняешь ну разуплотняй можно было с него и начать хады блин не тратить а давай хорош браток прям отлично смотрится ну чё вы марию будем качать не факт во первых что женька бы я попал там 70 плюс а тут как бы бах и все но я не буду этот ход никого пулить тем более пол хода осталось одного человека и они сами спулились а вот и этот гад самый жесткий на данный момент противник один овервотч два солдата ох андромидон кажется его зовут да еще сверху мэг кажется или какой-то там гад угрожает взрывается машину окей так что я хочу черепная мимо мина состоит получить доступ к солдатам завладеть информацией без какого расстояния о-о-о-о надо будет поминировать так смотрите учитывая то что там довольно серьезная вероятность пулить следующий пак скорее всего браток этот ход будет использовать конус следующий момент мне бы хэвиком снять бронь Вот этих двоих в особенности, поэтому подходим Дальше, соответственно Я не знаю, действует ли кислота на него Я, в принципе, кислотную гранату получил, кажется, только... А, нет, здесь желательно еще машину поджечь Давайте... Да Машина и... А укрытие чего? Укрытие ничего, да? Очень жаль Там мирного задеваем Ну, знаем мы этих мирных Ладно, давай так Вроде укрытие убирается, это баг Там показалось, что укрытия сейчас нет А, машина сразу взорвалась Половина жизни, как с куста 4-4 урона, там укрытия нет Слабенько Бесса просто с той позиции она не достреливала до врагов Я в курсе, что она могла два раза кинуть гренку, но... При всем уважении подходить не хочется Хочется, конечно, захватить Надо переучивать Тейс пистолетного снайпера Или попробовать поаркадить Ну что, моя комментатор у меня есть Черепную мину Попытаться получить доступ к сети Адвент И заплатить ценой информацией с близкого расстояния С пулим точно пак, с пулим Прям вот верняк А ты можешь подождать? Вот пока мы с тем не разберемся Особо нет Доминирование можно сделать на элитного солдата 89, очень хорошая вероятность И тогда у нас будет, по крайней мере, еще одна цель Кроме Илюхи Не удалась? 89%? Спасибо Да, целься лучше Что-то мне уже не хочется, на самом деле, бежать вперед Я лучше поставлю конус, вот так вот И попрошу Илюху помочь Слушайте, я могу перезарядиться, а потом конус поставить? Или это действие? Такой вопрос к знатокам Он будет... оно требует два действия или одно? Два Можешь, говорят Нельзя, нет, не можешь, говорят Ладно Выставляю Здесь маячок Да ладно, один раз живем, пацаны Пошли, мину Ай Давай, ломай его, ломай его полностью Да куда ты, 73? Ну что ж ты? Солдат получит урон Ё-па-р-с-э-т Вот дожили, а Какой урон? Троечка А, ну мы этого ваншотнули просто Ой, ё-па-р-с-э-т Ну я не спунил никого, на самом деле Поэтому Плевать Просто плевать Ладно, штурмаша подведем И работаем А снайпер стоит Будет смотреть, как Пацаны будут действовать Какая-то вероятность невероятная Поэтому я лучше Овервочна С богом, пацаны Не, ну хорошо, хоть тут солдат Побежал Браток С хорошим бонусом стреляет Плюс еще 10% крита Да как? Какая-то грязь вообще Ааа Мясорубка срабатывает Да ё-моё Ну я специальные люди Рядом со штурмашом С мясорубкой поставил Но я не ожидал Что он возьмет просто И столб Ну А, он еще сплэшем бьет Ну этого хоть сними У него, у того, видимо Защита дикая Надо посмотреть по По вероятностям Вон там еще стоит Наверху один Илюха, держись Так, ну ладно Пять ходов Ё-моё Ну, цель очень близко Там мэг стоит Фулл кавер пола укрытия Не хочется рядом с ним стоять Если честно И как это не прискорбно Мне нужно пули дальше Здрасте Мэг два пака Спунил Там что, два мэка? Нет Там щитоносец Ох ты ж, ёжик Ничего У нас же есть маяк Столько сначала Этого надо убить А пятерочка как? Пятерочка не очень Значит, будешь пси ставить Кого отсюда видишь? Двоих Троих Троих Сейчас, секунду Не та последовательность Так, что по урону С пятеркой Девяносто пять А так А что у него По ту хиту Защита десяткам Хватит этого урона Да я хочу на мэг Просто оставить Или на следующий выстрел По нему же Тогда попробуем Вроде брони нет Как бы должен убить Да, убиваем Вторая фаза пошла А здесь перезарядка Так, Тей Еще разок Ты максимум Видишь троих Ты ориентировочно Отступаешь Не, нам нужно этого сначала убить Этого барсука И штурм И штурм тут Типа топовый По дамагу Блин Он такой Плотный А я могу его заблокировать Но его Менее полезно блокировать На мой взгляд Чем Кислота Кислота нужна Кислота нужна Вот до тех достать Я вроде не достаю Вообще никак Беской Так, а если копьем Хотя бы двоих Нет Отсюда уже не то Хотя вот отсюда могу Прострелить И по-своему попасть Но я все равно Спецом ухожу туда Давай-ка с Женьки Начнем Фулл кавер Увидишь, Мэка? Не увидишь Отсюда увидишь Но может увидишь Да, давай Вот так вот Поехали Это раз Протокол блокировки Погоди Ну ориентировочно Да А вы Мария Выходит Так, а на сколько тебе хватит Копья Три клетки Точно запас Относительно этого То есть ты спокойно Прячешься сюда Молодец Да, только видите Какая Какой нюанс Они находятся Не на одной линии Мне важнее, конечно Так, стоп А у кого О, вы Марии Господи Чуть-чуть ошибку фатальную Не совершила Мояк имитатор Только у Марии Находится Так, давайте сразу Выберем для него Место Вот оно Идеальное место Сюда его нужно Закинуть Но боюсь Она его Туда уже Не докинет Да То есть в пределах Ящика У нас Вижен Хреново Не-не-нет Ну можно забить На щитоносца На самом деле Пусть он там стреляет Да, давай сюда Поставим его Так, а Мэк Это как убивать-то будем Ой, в смысле Не Мэк А этого Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам У Женьки вроде патроны Но да Блокировка же пойдет Блокировка на Мэка Скорее всего А урон-то Она может нанести Ой-ой-ой Какое сейчас Можем забить В общем-то И не блокировать Мэка Илюха Поблочит Все Так мы По крайней мере Да, давай Илюха Справишься Тут просто Сто процентов И урон Благодаря патронам Топовый Там не факт Что Хэвик Со снайпером Его обдавили Здесь Наверное Стоит Пострелять Руки Молнии Но стрелять Я буду Опять же По трем Так что Это не Камильфо В общем Два раза Из пистоля Что ли Ну да Получается Так Это тут Фулл кавери Давай Из пистоля И подойти Можно на следующий ход Чтобы Левелап У Тей Последнее звание Уху Хэвика бы Тоже подвести Так чтобы Он на следующий ход Смог бы По крайней мере На подшаг Сделать что-то полезное Это так Это так Ну один точно Будет стрелять Может еще не поздно Газ кинуть Куда-нибудь туда На двоих Хотя бы Или рокет запустить Рокет же дальше Машинами Я Занга Вспоминаю С этой ракетой Чертовой Нет Нормального Нормального Вижену Хэвика На этом ходу Нет Можем Сопреснуть Попробовать Нам некого Сопресить На самом деле Плюс Если я сейчас Сопресить Начну То Я не буду Опцией Выстрела Следующий ход Там Пам 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 А мирный Тут Какой Там же Нет Ивент Безликих Уже прошел Кажется Овервотч Или перезарядка Овервотч С богом Пацаны Илюха Стоит Овервотч От Тяжа Гарантирован Должно убить Там же Три хита У него и осталось Брони нет До свидания Илюху Прикрыли Да Надо было сразу Тяжем стрелять По солдатам Илюха Держись Ни хрена себе Все 12 хитов Ой Сейчас Гренка Может прилететь Но это щит Ладно А там их Двое еще Ой Щит Да Так Два продвинутых Солдата Гренки Есть Флангуют же Еще Скотины Это Капец Просто Промах Держись Женька Ой Гренка Ладно Могло быть Хуже Могло быть Хуже Да Я вижу Ой Подкреп Сейчас Придет Еще Найс Ну ладно Здесь мы допустим Ломаем Здесь мы допустим Стреляем Предположим Есть Мели Фланг Практически Любой Тут армор Надо снимать Вот этих Пацанов Скорее всего Яд Попробуем Задеть Всех Троих Да Давай Не двигаться Этим Тяжем Сначала Кидаем Раз Потом Посмотрим Может Еще Рокет Закинем Армор Сняли Артиллерийский Залп А может Рокета Не стоит Пока Тратить Как там Пятерочка Зайдет По двоим Зайдет Пятерочка Но мне На самом деле Критичен Мэг Не очень критичен Потому что Его Мы Оглушим На два хода Точно Сто процентов Инфа Можем даже Его убить С крайне Высокой Вероятностью Ну как С крайне Метку поставим Будет Крайне Высокой Вероятностью Мне Самое главное Сейчас Это сделать Минимальное Количество Действий И судя по всему Рокет Это выход Там и машина Взорвется Причем Рокет Лучше Кидать Вот как-то Так Вот так Вот Чтобы Укрытие Для всех Машина Взрыв И Да Два армора Еще сняли Снайпер Пистолетного В принципе Он и так Хорошо стреляет Да Раз Два Три Четыре Здесь Штурмаж Ориентировочно Так да У нас тут Входов Валом Просто Нет Не Мэг И не этот Обойти не сможешь Сможешь Ну Обходи Оп И Один на один Поехали Раз Минус Два Урон Три Крит Четыре Отлично Кританули По двоим Хорошо Здесь Ориентировочно Так и Выстрел Здесь Можно Сплэшиком Вот так Жих Пройтись О тут Фулл кавер Оказывается Ооо Она с места Сможет Найс Давай Ей же тоже Нужно качаться И как бойцу Тоже Хотя бы Для того Чтобы здоровье Росло Нормально Так По мэку Понятно Вот этот Жезенький Укрытие у него Через огонь пройдем Даже не хочу мэка Я же его убью просто Женькой Лучше тогда протокол защиты повесить Например На снайпера Нашего Ну потому что Пак появится И он Пострелять может Он так-то Пострелять может Так Давайте сначала С Женькой 96 Убиваем С очень высокой вероятностью О, лут А сколько у нас Паков-то вообще было Значит Архонт Этот раз Здесь какой-то Второй пак был Сколько всего Человек было В начале миссии Никто не посмотрел Тут было еще трое Потом еще четверо То есть Может быть Это и последний До подкрепы А, при протоколе Снайпер же только С пистолю стреляет Да, косак Забыл я про это Пятнадцать, говорят Девять Девять Пятнадцать было в прошлом И вы уверены, что На терроре было пятнадцать? Машина не горит Это-то Она уже взорвалась Это горит Горят последствия Мы флангуем Тут крит Девас-4 Он должен с крита Просто уходить И все Только надо было Перезередиться перед этим Прилетает подкрепа Кто там? Кажется просто солдаты Да Офицер Щит И Продвинутый Обычный солдат Там Увервочер снайпера Только есть И все По офицеру Он стреляет Попадает Ну этих просто Вообще Они просто Мне У меня ход забирают Гады Что ты Рассказываешь Надо ломать Уже бежать Да, время действительно Маловато Надо штурмашом Забегать сюда Во фланг Женька Двигаться В сторону Вот Этого передатчика Извините Да Только Штурмовика Ходов Не хватит То есть Он должен Перезарядиться Типа Сделать Ран-н-ган И побежать Эти два Упыря Это фигня Гренок Больше ни у кого Ну есть Этот Один Маячок Но Ну У штурмовика Ладно В любом случае Все-таки Перезарядка Он может Ликвидировать По крайней мере Офицера Или этого С Ран-н-ган Тум Бум 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 Безумие Не очень Вероятно Ты вообще Никого не видит Я бы еще Лутецкий Взять И не факт Что это Последний Пак Понимаете И нужно Сюда Двумя По крайней мере Бежать И его Убивать Так Ладно Что по Вероятности 69 Мне нужен Маяк Опять Проблема В том Что штурмовик Как бы Лесом Идет Ничего Он не может Сделать Никаких Флангов Никаких Обходов Ни черта Опции Мне Крайне Мало Обходить Так Них Вообще Не хочется Тут Один Фланг Будет Только Я Постреляю Буквально Буквально Из пистолета И все В любом случае Это и подводим А у нее есть руки молнии Отлично Ну тогда Она работает По этому Элитам и солдатам У нее же яд Еще Промах А 75 же Там было С критом Зато следующей Шестерочкой И отравлением Тут Маячок Вопрос Куда Скорее всего Вот сюда Фулл кавер Достаточно Этого мы снимем Эти побегут А может быть Протокол Вообще Кинуть Наверх Чтобы они Скучковали Нет 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 Надежнее Все таки Вот так Того кинуть Run and gun Естественно Оставляем Здесь есть Протокол Нападения Которые Да и выстрелы Есть Мы в принципе Можем Если укажем Путь этого Флангануть Но он и так Подъядом А этого мы Не флангуем Вот отсюда Флангуем Так беги И вперед бежим И флангуем Заодно Да я понял тебя Надо их Не только Пережить Но еще и Убить скорее Хорош Минусуем Офицера 47-45 Ну Можно Во-первых Подойти Стрельнуть По этому Товарищу Три хита Плюс метка Плюс Отравление Он Может Не выжить Штурмовика Оставим Разбираться С этим 25 Понятно Что не попадешь Но мало ли На троечку Промо Хорошо Кто остался А вы Мария И снайп Я ей Побегу Лучшим Вот сюда Да потому Что мне нужно Наносить урон А там Вне зависимости От точности Все происходит Короче Точно не этого Бить надо Поэтому Выстрел Такой Короче Я лучше Сделаю Овервотч Братку Потому что Они могут Попытаться Флангануть Этого товарища Тут Не хватает Отравления Чтобы Этого Добить Увы Ой Капец Еще один Пак Овервотч И обычный Значительно Сложнее Да Этот Побежал Хорошо Что я Братком Не стал Стрелять Все равно Он мажет Как же Лут На лут Есть еще Один ход А там Я должен Спасть Еще Так Ну Этого Штурмовик Обходит С хорошей вероятностью Убивает Этот По-прежнему Отравлен Его На него Можно вообще Забить Мне сейчас Наверное Лучше Попробовать Заблочить Мэка И убить Вот эту Вот штуку Передатчик Потому что Потому что Времени Уже Нет Там Овервотч Не забываем А что я Сделаю С Овервотч Я понимаю Надо как-то Попасть Попасть Это с протоколом Атаки А протокол Атаки У нас У ближнего Тем более Не видит Покажи Ни черта Хотя И этот Ее увидит Только А он Ее не видит В принципе Вот отсюда Увидим На подлете Не увидит Окей Значит Женька Бежит Вот так Делает протокол На два На два На два Хода Цели Братку Скорее всего Надо будет Просто Сейчас Пострелять Хотя Вот одного Он видит Элитного Солдата Это весьма Неплохо Хотя Вот его Иллюзия Может помочь Как раз Через ход Когда Могут появиться Новые Гады Так Это по-прежнему Отравлен А маячика Больше ни у кого нет Такой братка Так А может Тогда Ты побежишь Не Не побежишь Черта Надо Ближе Но Ближе Нельзя Там Солдат Стрелять Будет А кто В принципе Может Стрелять По По Цели Тут Перезарядка Вообще А вы Мария Может Стрелять И должна Кстати Выходить И стрелять Там Стопроцентное Попадание По этой Хрени Лут Скорее Всего А Перезарядка Мгновенная Жем Хорошо Кто-то Должен Взять Лут И при этом Еще желательно Метку Поставить На Вот Того Верхнего Упыря Вот Отсюда Я смогу Метку На Него Поставить То есть Этого Мы Исключаем Да Этим Занимается Штурмаж Потому Мы можем Пострелять Снайпером Уже Сейчас Можем Его Кстати Посопросить Это Наверное Будет Лучше Учитывая Наличие Гранаты И то Что Я буду Там Толпиться Ладно Поехали Так Возможности В игре Просто Море Модифицированный Модифицированное Авторезаряжение И продвинутая Подвижность 25 уклонений Кажется Топовые уклонения Вообще Как у Архонта В общем Сопрессим Солдата Попутно Ставим метку Главное Чтоб машина Сейчас не взорвалась Хотя В море Да Метка Стоит Что Браток Вот уже 66 По этому Солдату В принципе Неплохо Но Для начала Нужно Этого Гада Убить 95 Крит Там Три Брони Надо Стрелять Отлично Хорош Этот Гуф Тот Дезориентирован Третий Выключен Браток Еще может Пострелять Да Не Ну Сейчас Сейчас Нужно Просто Эту Эту Штуку Начать Дамаджить Не факт А слабоумие Как Безумие 89 Контроль Не мог Не Это Чушь Так Отсюда Тейка Увидит Двоих Ну Мне бы Ладно Если Браток Попадет 66 То вопрос Закрыт Попал Но он Жив Три Хита Ну Ладно Это Уже Как Раз Тей Я думаю Сможет Вот Отсюда Пострелять С пистолем У него Аж брони Нет Собственно Извините Тогда 75 Правда Давай Попади Просто Есть Хорошо Этот Вырублен Стреляем По цели Одного Выстрела Уже Хватит Для того Чтобы добить И Ход У нас Еще один Нет Двух Выстрелов Этот Умирает От яда Этот Углушен Все Четенько Четенько Чистенько Молодцы Молодцы Да я понимаю Мне нужно Мэка Начать пробивать Ужим Он же В следующий ход Придет в себя Братка Подводить Естественно Или Оставить Нет Нельзя Ему Оставлять Просто Подводим Тут Ран Ган Он же Придет себя аспирантом сначала выполняем задачу боевую дома вы мария подставляется ребят все ретранслятор убили вроде как убили не давать и то еще есть есть кому добить на самом деле но просто я не что-то вообще не хочу здесь оставлять авамарею это женька битым капец и делать бэк сейчас действовать будет пистолетом добить тэй здесь пострелять голографическую поставить за фулкавером правда сначала значит подводим тэй вот сюда делаем графическую 65 может и удастся убить в один ход его ой попал 4 урона минус бы да вот скорее если удастся так ты стреляет по из пистоли естественно чтобы задачу выполнить готова у нас есть совсем немножко а нет у нас нет шанс я могу флангануть его ох опасно и он кажется взрывается еще я думаю мэки горит не взрываются поехали фланг навеков не работает а вот это очень плохо это провал это такой провал это худшее что я мог сделать так что а то что а это был уверен что последний смотрите если я сваливаю эти-то ладно но скорее всего не добегут и увидят этих но мэг придет себя и сюда за уешет упадет женька сразу же но оставлять на самом деле это вообще глупо потому что мария не выживет короче поставлю я сюда за full cover просто и буду молиться мэг приходит себя хочу ничего не сделал нифига себе он все рушит на своем пути живи зомби поднимай под контроль бери не стреляй да бери под контроль псих у которого соточка ну зато ее не убьет сейчас кстати это один из да ладно еще один дроп что ли подходит сектоит overwatch 1 подходит сектоит и мэг подбегает не успеешь не делал ничего нет бесса держись изи на самом деле один из самых классных раскладов который мог только случиться так надо как-то спасать так ладно значит бом-бом-бом овервочи да overwatch им но есть аспирант он может пойти тупо порезать одного не добежит до думай там же еще этот андромедон короче здесь мы конечно протоколом убиваем мэка конечно же до этого можно сходить или кинуть протокол помощи я думаю что надо просто брать аспиранта и врываться туда так или иначе пробегать и резать и убивать сектоидов спасая а вы марию поэтому протокол помощи 1 это 2 ухтыш ёжик еще браток который ничего не может никого не видит и ставить ему угол сейчас это это значит убить своего с высокой вероятностью рангана еще нет тут полу укрытие это раз тот кислотный подбежит я что-то перехотел уже бежать вперед пусть пусть лучше под контролем будет да я наверно просто на ход отступлю время то есть правильно начнем мы с бэски перезарядка и вот так ты тоже бы хорошо тоже бы далеко не убегать но к сожалению у нее такой опции с ханкером нет то есть ей безопаснее всего сюда слушайте как я женьку то оставлю здесь как я вообще могу убегать тут нельзя убегать вышку взломать справа можно здесь хорошо бы сделать перезарядку и чуть подойти под угол чтобы простреливать выше давай хотя бы так аспирант я на него кинул защиту полагая что кстати крыша неплохой вариант только так чтоб не палиться то есть типа ты добегаешь немножко а потом можешь ворваться практически в любую точку за крышей давай а есть еще опция подойти сюда и типа подсветить снайпу но уже не в этом ходу перезарядить если сюда подойду конечно я всеобщее внимание привлеку в этом есть определенный плюс потому что они я прикрою тогда женьку которая хоть и по фулкаверу но она в первую очередь попадет под огонь и у а неуязвимость следующая так они попадают забыл я про этот аффикс неуязвимость чё лезть не лезть значит а у мария не очень точно неопытная но может все атаки делать не уверен что ну должны быть способности у них там еще луч может езнуть три сектоида на овервочи не среагирует и вот этот хрен то есть пять человек пять человек у меня какие вообще показатели то да 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 тут заходят залезают естественно с фланга и сделал так тут ханкеры нужны ханкеры нужны и молиться что женьку не убьют поднимается да наверх нет откуда в овервоч я же перезаряжался ай протокол защиты капец так не убей молодец два хита а у нее шафикс еще этих хрени работают модуль капец какая грязь подходит кислотный гад женьку видеть скорее всего ой женечка так кровотечение четыре хода мне есть чтобы справиться с этими товарищами сектоит который под контролем держит подходит вниз есть надо рану ган что это что это было а зомбаря поднимает зомбаря то ладно так вижу что зомбаря блин у меня птички нет под контролем все еще короче первое что нужно сделать аспирантом это вырубить человека который держит контролем под контролем держит чувак вот здесь вот я его в принципе увижу в пол хода отсюда или отсюда но здесь горит плюс неуязвимость будет если убьем прыгаем раз нормально спрыгнул ну там маяк от братка может прыгать так надо посмотреть кто вообще чем занимается да именно этот именно этот гад но пока еще не не дело ничего может быть стоит за ранан ганить и внутрь забежать чтобы ты здесь не сдох следующий ход как он там стоит он стоит вот так да то есть за полу укрытие мы будем фланговать ранан ган все дела да да зомбарем что будешь делать очень придумаем а ранган это нет это капец никакого вижена так а что по маяку по маяку по маяку кто видит где так три цели видим отсюда до куда ты докинешь маяк для начала то что тебе нужно стрелять сейчас бежать и кидать маяк это практически маст хэв беги полностью раз ну точно не стрелять сейчас я в один ход но никак не убиваю так маячок идет по границе и между красной машиной и синей обходя сверху укрытием что это нам дает в общем один два три вот если в эту клетку докидывает то очень хорошо ой паша кажется в эту клетку как раз не докидывает твою ж дивизию а реально нужно а нет было 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 вот она вот она вот она так это правильное действие поехали раз так три хода на то чтобы всех убить капец я влепал влели вляпался от зомбаря бы подальше отойти а следующее действие какие ну сейчас должен наносить максимальный урон причем желательно убить зомбаря которые которого а кто этого зомбаря делает вот это делает зомбаря может сапресс ним кстати сапресс неплохая идея ну жесткого того но что еще хавик может сделать пострелять по зомби только может а не по дальним дальнего он видит видит да это будет full cover поддержать его кто-то сможет тэй может поддержать его для начала нужно просто выстрелить здесь без вариантов мы стреляем по сектоиду критуем освобождаем у нас будет еще псих псих может помочь очень может помочь там будет дезориентация конечно но тем не менее да контролирует окей ладно поехали крит они главное нет девяносто четыре процента крита да твою ж налево как так а план меняется нужно подходить сюда окей девяносто четыре процента четыре тут интересные фонthmaur а Да, и отдаться дальше на сектоиде. Нет, ты можешь вот этого попробовать. Не, не можешь. Один хит, ё-моё. Так, ну мы сейчас можем сделать один на один, в принципе. По скольки целям. По трём целям. Надо этого сопрессить. Ну, в принципе, иллюзия привлекает внимание. Думай, 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 думай. У этого один выстрел. Этот, скорее всего, будет стрелять сюда. Иллюзию видели двое. То есть тебе, в принципе, лезть-то и не нужно. По идее. А вот следующий ход у тебя как бы нулевой удар и доминирование есть. Так что... Лучше, наверное, подсейвить её. Пробуем сопресснуть этого упыря в чистом поле. Или пробуем дальнего сектоида ещё мочкануть. Хорошо бы всё-таки одного сектоида сейчас убить. Сопресс мне не нужен. Убивать его нужно так, чтобы зомбарь не добежал. Отсюда. Такая грязь идёт сейчас. Просто. Бесса подставляю, у неё есть хиты. Ставлю метку на дальнего. 35. Ну и 3 хп снимаю. Хорошо. Тей. Ей нет смысла сейчас тратить один на один. Он как раз может понадобиться в следующем ходу. На следующем ходу. Хочется выйти, конечно, сюда. Я не загорюсь тут? Пробегаю. Ну, вроде показывает, что не загорюсь. Не стоит верить. Это самое фейловое. Короче, смотрите, логика какая. Я подхожу сюда. Стреляю, скорее всего, убиваю этого. Нейтрализую зомбаря. Этот, учитывая наличие кавера здесь, стреляет по этому выстрелу мимо. Этот, учитывая наличие видимой иллюзии, стреляет по левому. А, эвакуировать Женьку? Так я в 3 хода их убиваю. Зачем мне эвакуировать? Ну, не показывай, что я сгорю. Значит, бежим просто спокойно. Чего ты? Не веришь игре, что ли? В ней не может быть багов. Отлично. Сектоид, 100% убиваем, что я и хотел. Поехали. Собственно, этот сектоид стреляет по этому. А, там зомбарь может еще. О, свободное действие. Свободное действие, еще одно действие есть. Как? Как вовремя, блин. И этого флангую. 40%. А может быть контроль? 39%. Не, никакого контроля. Поэтому 80%. Давай. Ну, чуть-чуть! И никто не поддержит. Хотя Тей. Нет, Тей не может. Жесть. Просто жесть. Овервочность может. На случай, если сектоид первым дернется. Ты его можешь увидеть. Давай. Короче, с богом, поцелуй. Это капец просто. 100 рублей. Привет. Хочешь анекдот, расскажу. Встретились как Тоген Дальф и мои. Мясорубка, мясорубка, раз! Мясорубка говорит, а я выкщим два залип. Крутая игрушка. А почему он иллюзию не бьет? На что Гендальф отвечает. Юши Эл Моддус. Капец, почему он иллюзию-то не трогает? Нет, Бесса, нет! Нет, Бесса, нет! У него есть АуЕ, теперь я это знаю. Только не... Ой, хорошо, если кто-то... Ничего не сможет. Зомбар идет, не дойдет. Только зомби побежал на эту иллюзию. Два хода осталось. Кислотный ожог. ХП очень мало. Блин. Так, у нас осталось два сектоида и один огромный вот этот вот черт. Причем я не знаю позицию черта. Он, скорее всего, здесь стоит где-то. Аспирант должен ему урон наносить. Еще сектоид где-то один, блин. Так, этот обошел. А почему один сектоид? Я же убил двух сектоидов. Это последний, который остался, да ведь? И он держит как раз коннект с этим... Этим. Один сектоид. То есть мы концентрируемся на убийстве того. В два хода. Не имея при... А, копье еще есть, копье есть. Копье есть. Хорошо. Значит, сектоид ориентировочно пистолетного снайпера уходит. Откуда он стрелял? Он стрелял где-то вот с этого угла. Вот отсюда вот или вот прям за углом. Как я его гарантированно увижу? Отсюда я его гарантированно увижу. Кто меньше всего урона? Ну, Беска, да, меньше всего урона наносит. А, да, поехали. Раз. Да, ой. Очень плохо я встал. Вон он где стоит. Он стоит вот здесь. Так. Это просто жесть. Стоит вот здесь вот в углу. Ну, а и проблема. Огромное количество армора. Копьем... Я прострелю его. Стенки копьем же не снимаются, правильно? Заодно и проверим. Поехали. В принципе, браток может на конусе выехать. Аспирант стреляет. 92. Капец. 92 аутухи, 93 крит. Крит, yes. 4 армора, блин. Сколько осталось у него в этой фазе еще? Эссе блиндаж ес дуро. Два хита. Муисионы, лас ульпимас. Два хита. Мне нужна позиция, чтобы я видел и сектоида, и этого. Вот. 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 Вот эта точка. То есть я подхожу сюда. И один раз стреляю. Хреновая идея, Михаил. А, выбора нет. Ну, зомбарю, это понятно. Единичка осталась уроной. Капец. Ну, тут овервотч 100%. Слушайте, а если я его ловлю на овервотче, убиваю, он в следующую фазу переходит же не на этот же ход, а на следующий? Скорее всего так. На этот же, говорят. Беда. Ну, чё, кто-то умрёт. Ну, заодно и проверим, на самом деле. Тут снайпера смысла подводить нет. Этот будет точно уходить. Вопрос куда? Овервотч. Овервотч. Последний ход остался. Он побежал. Промах! Браток, ты задрал. Тут-то понятно, добили, гарантированно. Но он приходит в себя. Там у него под боком Тей вообще битая, отравленная. О боже. Нет. Промах! Прошу, промах! Нет! Ооо. Просто погибает. Топовый чувак. Так, зафейла с этим последним паком. Ладно, гоурем. Так, кота. Кототерапия сейчас пойдёт. Сейчас я увеличу кота только по секундочку. Да где мышка-то? Да подожди. Кот ещё не готов. Ты не готов. Ты слишком мал. Так, всё. Зазумили кота. Ну, не это самое. Не обижай, кота. Полыбайся. Полыбайся. Бесс. Боже, всё хорошо. Мяааа! Вы всё умрёте! Я вас ненавижу! Отлично. Дьявольский кот, конечно. Дьявольский просто. Ай! Простите. Чё ты пинаешься-то? Не тучу когти. Брель не трогай. Ой, блин. Так, ну... Миссия, конечно, да. Попробуем какое-нибудь сохранение в середине миссии. Желательно тогда, когда я вот с крыши и пулю этот пак жёсткий. А там всё хорошо. Какой-то несчастный мэг вообще, который там... Ах! Да, ну вот где-то... Не, это уже всё плохо. Да, и Женька лежит. Нет. Давайте чуть раньше всё-таки. Такая дичь просто. Горчу. Что, твич? У нас с рейстримами сейчас проблемы, насколько мне известно. Я ничего с этим не сделаю. Код же аналогично. А гудгейм у нас апгрейд был вчера, блин, системы. И, как следствие, много чего поломалось. Быстро не восстановить. Прошу прощения за это. А, здесь я тоже как бы... Ну, тут, по крайней мере, Женька жива. Слушайте, а у Женьки же патроны дик... А, у неё перезарядка. Уже захвачен, да? Ну, перезарядись и выстрели. Вот это вот, кстати, была ошибка, что я... Не стал патронами стрелять клёвыми, а начал его за чём-то с чёрлого мэка взламывать протоколом. Я его убивал просто в этот момент. И за это поплатился жизнью Женьке. Вообще косяк. Так глупо. Так, а здесь я... Выходил, типа, наверх. Ой, там протокол ещё кидал. Да, я протокол уже кидал. Давайте, наверное, вот так вот я сделаю просто. Братка точно подводить надо ближе. Помните про... Перезарядиться будем. Он подставится сейчас просто нехило так. Давай я тебе вот так вот подойду. О, ты, привет. Я не увидел, что прочитала, но... Ты, конечно, нас тут и тащишь, и терпишь. Так, значит, что я хочу. Женька всё равно сейчас будет выходить. Ну, в этот ход я особо ничего не сделаю. Более того, мне опасно сейчас что-то в этот ход делать. Хотя могу попробовать посопросить этого, если увижу. Да, так тебе перезарядиться надо. Правда, свободная перезарядка, так что ты можешь успеть. Да, давайте Беску подставим как раз. Но она не увидит, на самом деле. О, давайте вот так вот Тейз заведём лучше. Она освободит фулкавер и даст немножко больше вижена. Хреназ два. Ну, дала, но... Немного. Загрузись нормально. Лаки Нер. Загрузись нормально сам. Указывает. Молодой, дерзкий. Никаких овервотчей. Потому что шишину мы убиваем. Майханкер. Майханкер. Ох, опасно. Ох, опасно. Нет, нет! Женька минус. А там вообще не качаные. Без точности, без... Тут поднимают зомби. Запомнили. А второй где, который под контролем держит? Ну вот, кажется, он слева в углу сидит. Да. К нему-то мы штурмовиком и пойдем. Ой, подняли труп нашего. Ай, беда. Все еще под контролем. Так, теперь внимательно. Да, схватит автоматическая камера, это подглючивает. Вот этот гад. У нас... А ронгана нет. Ну вот, капец просто. Дорезать я его, скорее всего, не смогу. Не, смогу. Смогу его попробовать порезать. Более того, у меня есть определенный бонус по... По урону смели. Так я... Да, вот так вот сделаем. Дорода, выпад так. Давай. Аспирант идет спасать. Психа. Ну вот как? Ну вот что это такое? Скорее всего, это ход маяка имитатора. Я в прошлый раз, он не сильно повелся. Нам нужно сейчас Беской попробовать убить... Того сектоида, который... Вот этого гада нам нужно убивать. Возможно, имеет смысл позицию немножко изменить. Хотя нет, нет, нет. Нормально стоит. Да, отображается иконка, как раз, когда под контролем, видите. Спасаем Психа. Надо будет специалиста еще одного приобрести. Обязательно. Так, пришла в себя. Оооо... А, он и поднял, и... Я понял. Тогда все хорошо. Я думал, уж перепутал. Так, здесь два сектоида, которых можно было бы пройти Пси-атакой, если бы... Но нельзя. Можем флангануть одного. Подставлюсь под второго. Здесь смотрим, как поставить, чтобы видели все. Определяем рейндж доступный. Теренч получше, чем в прошлый раз. Ну да, подвели же в этот раз. Значит, почти... Ну, на клетку от серой машины наверх. Смотрим, кто видит в этом радиусе. И когда. Вот, вверх не видит. Вот сюда докинешь. Докинешь. Значит, кидаем. Это раз. Самое главное, надо считать четко паки. То есть, как только у вас появляется... Или так лучше. От кого зомби идет? А, зомби тот питает. Какая меткость-то у тебя. 88. Давайте подставим все-таки под полуукрытие, наверное. Или даже... Нет. Окей, давай вот так вот. Раз. Ну, тут крит сработает или нет. Вот в чем дело. Крит не сработал. Сейчас там еще Тей может из пистолета пострелять. Честно, теоретически. Она видит... Она много кого видит. Она видит зомби. Да, она видит только двоих. Подходить под фулл кавер не хочется. А, подходи, пофиг. Руки молнии по кому. Какая вероятность попадания по тому. Поэтому не надо так, да? Этого не трогай. Давай по этому. Раз. Бааа. Мимо. Мазила. Один на один пошел. Раз. Минус два. Ну, это... Три. Ну, с богом. Вроде все. Бей иллюзию. Бей иллюзию. Она... Зло. Ой, неужели сплэш? Промах. Вот так бы ты в прошлый раз промахнулся, козлина. Сектоид вроде тоже иллюзию видит. Выходит. Нет. Да. Сектоид опасен. Ну и зомбарь, подходи. Ну все, изи. Изи-бризи. ГГ по ГГ. Куда не туда идешь? Вот. Другое дело. Заблудился. Ну зомби, ну... Сам такой. Так, что я могу? Я должен этого убивать. Полюбасу. При этом снимать армор. А может быть и не стоит того даже убивать. Ну как не стоит? Не сработает овервотч. Все, до свидания. Сейчас фулл ДПС, поэтому... Меняя при этом укрытие на нормальный. Хотя пофиг, потому что снайпер и так стоит черт знает как. Так, ранангана нет. Ладно, давайте АВАМария сюда. Я вижу копье, но сейчас оно... Сейчас лучше штурмовиком поставить. 92 процента. Есть, убили. Так, остается один... Этот, из Биошока, чувак. Мне необходимо отойти, снять у него армор. Все-таки по возможности разбежаться, учитывая АУЕМ. Ну ты же будешь его видеть отсюда, правильно? Отсюда нет. Отсюда... Конечно же, да. Может сопресснуть лучше его, а? Реально, сопресс же лучше зайдет. Должен зайти. Снижение точности, бла-бла-бла. Да, давай сопресс. Но разлома брони не будет. Не будет. Хотя у него столько обилок, что ему пофиг на этот... Короче... Работаем. Фулл ДПС. Крит, отлично. Минус 2 брони. 7 крит. Здесь попробуем 90% метки глаз. Два... Ес, попал! С критом! Все что ли? Два, два, два хита у него осталось. Так, ну... А белок у Тэй нет. С пистолета она его... Только вплотную убьет. Усталось два человека, да? Я не хочу штурмовиком сейчас тратить... Но тогда, по сути, тебе нужно два выстрела Тэй делать. Не, почему? И крит пропрет, все отлично будет. Да даже и без крита чего ты несешь. Но зачем тебе, в принципе, отбегать? К чему это все, Миша? Сначала выстрели, потом посмотрим. На, на! Так, вторая фаза Белиала сейчас пойдет. У нас есть аспирант, который, конечно же, вот так вот подбегает, например, да? Не, не, его надо подставлять просто. Стреляет из дробаша с критом. 52 всего лишь. Без крита. Ну, а теперь спасайся, кто может. Причем у нас... Не, я лучше Тэй спрячу, потому что здесь есть армор, а у Тэй еще звание. Капец неудобно, как будет. Короче, все разбежали, чтобы АОЕ не было. Как раз под машину вместе с аспирантом, чтобы АОЕ не было. Ну, с богом, ребят. Промажь так же, как ты в прошлый раз промазал. Так, на Беса выбегает. Почти идеальная ситуация, потому что есть армор и огромное количество ХП. Она здорова абсолютно. Мимо! Неудачник. Снимаем дальше армор и добиваем его. Дерыч, хорошо. Хорошо. Все в порядке. У нас хорошие отношения, крепкие. Взаимопонимание в семье. И тебе того же желаю. Да раунган делаем просто и все, убиваем его. Мы потеряли в любом случае на этой миссии Женьку. Получили массу ранений. И это беда. Нужно сейчас любым способом получить второго спеца. Где-то достать бабло. 22 человека. Больше всего урона, видите, Женька получил. Больше всего урона, видите, Женька получил. Спасала тоже. Ломала. Ломала. Второй спец обязательно нужен. Не только против мэков, но и против второй фазы вот этого товарища. Без аптечек не ходи. Так аптечка здесь бы не помогла. Ее ваншотнули просто. Но вообще я не ходил с аптечкой, потому что... О, повышение у Тэй. Последнее звание. Серия. Смертоносная способность. За каждое убийство из оружия. Типа снайперская винтовка. Вы получаете обратным. Затраченное действие? Или веерный огонь? Выстрелить из пистолета три раза по одной и той же цели. Слушай, надо переучиваться. Хотя надо протестить веерный огонь. Меткость 99 плюс 10. Три раза и с пистолетом. Капец. Но серия это вообще... Особенно в связи с... С зоной поражения. Это ж дичь. 50 человек убило Женька. Понимаете? Она топ-3 по убийствам. Уклонение берем. Заряжение. Ученого взяли. Ускорил исследование. Давайте посмотрим, что у нас по бойцам. Да, специалист только один. Специалистам мне предлагали. Но денег не было. В принципе, если я как-нибудь... Может на черном рынке посплавляю что-нибудь. Надо залететь. А сколько будет пацаны держаться еще? 8-8 дней. Хорошо. Да, думаю, был спец по найму. Но у меня бабла нет. Надо посмотреть, может на черном рынке... Трупы какие сдадим или еще что-нибудь. Чтобы спросом пользоваться. Труп копейщика, адвента, архонта. Сканер боя, отлично. Сканер боя я не юзаю. Труп копейщика вообще отлично. 30 штук. Труп архонта. Сканер боя. Вот и есть деньги. Вообще, нужно каждый месяц залетать на черный рынок. На трупы спрос будет. Если покупать. Ученый. Силовая броня. Вскрытие. Ультраконцентрация. Ультраконцентрация. Это, кажется, лучший... Это для пси, да, судя по всему? Ультравосприятие. Это меткость. Лучшая. 50 разведданных. В принципе, я как раз 50 и могу потратить. У меня 80 стоит при... Переджонить. Плюс еще есть для исследования материалы. Персональный боевой модуль. Или вообще бабла взять. Нет, бабла и так хватит. Я возьму все-таки ультравосприятие. Ну, тут мишенька, видите? А концентрация-то воли, да. Я хочу братку поставить модуль толковый. У него сейчас просто будет жесть. Как она есть. Возвращаемся в штаб. Берем, соответственно, специалиста. Смотрим, что там по званию. Да, 240. Дальше, скорее всего, летим продолжать устанавливать контакт. Сюда, да? Стоп, а почему я... А, да, вот сюда вот. Главное, чтобы сейчас в течение недели не было жестких событий. А то мне не хочется и так с неполным составом. Ну, хотя сейчас уже нормальный состав. Ой-ой-ой-ой. Проект Аватар. Опять единичка, да? Пошел обратный отсчет. Ну, я как раз подлетаю к месту, где... Где 3 на 3 можно снизить. Так, взрывчатка улучшенная. А что у нас еще там? Идет проект. Новый предмет. Гранаты электромагнитные. Дымовая бомба. Улучшенная дымовая бомба способна существенно повысить защиту. Надо взять одну кислотку. Возьму одну. Зажигательная чушь. А, это просто улучшенные. То есть, это просто... Все гренки улучшились. Я думал, что там одновременно просто сделалось... Так, костюм паук в процессе. Денег нифига нет. Для Хэвика ненужным. Давайте на спеца посмотрим. Ньютон. Взлом 75. Плюс 20. Бур дадим. Будет ок. У Женьки еще было плюс 20 за счет... Она получила в миссии. Протокол лечения. Протокол нападения. Может, хиллера реально сделаем. Раз. Протокол восстановления. Два. Полевой врач. Трис. Огневая поддержка. Выстрелы в режиме наблюдения происходят при любом действии. Врага. Меткость 79. Оценка угрозы, конечно, мне больше нравится. На конкретного какого-то человека поставить. И выбор в новых всегда на чеку. Если вы потратите все действия на перемещение, то... Протокол уже. Овервотч по умолчанию. Или страж. Каждый успешный выстрел в режиме дает вероятность, что будет произведен дополнительный. Такой рандомчик. Можно, в общем-то, меткость ему повысить. Модулями там... Оружие меткость выведем. Соточку, допустим. Но по умолчанию овервотч мне нравится больше. Протокол блокировки у меня есть в одного. У холли протокол блокировки. Да, задачка. Овервотч надежнее, тупо. А здесь со штрафом вероятно, что выстрел будет еще один. Всегда на чеку. На полкане... Ну, полкана еще нет. Сразу улучшение оружия. Ставим. Точность нужна. Поставим пока размер магазина, потому что она часто будет стрелять. У меня бафов нет нормальных. Копец. Просто жуть. Давай урон при промахе. Персональный боевой... 19 меткость ультравосприятия. Такой топич, а. Ему, конечно, уклонение, потому что защита нужна. Но я сразу же поставлю братку. Капец. Он вообще мазать не будет. Плюс 5 меткость, представляете? Еще сейчас пятнашечка добавится. 108 плюс 15. И он с углом обзора, с зоной поражения, у него точность будет 123. То есть, овервочен и овервочен будет просто уничтожать. Надо еще ультравосприятие. Хорошо, что модули бонусы есть, они не уничтожаются. Такой топич. Сумасшедший. Один модуль можно тейки дать. Вроде у нее... А, у нее просто восприятие 8. Еще получше, чем... Персональный боевой... А у кого персонально-боевого нет из топичей? Вроде у всех есть. Дмитрия Михайлова нет. Да, у всех есть. Браток теперь будет попадать, конечно. Клево. Так, по бойцам. Еще разок. Снайпер, снайпер, ок. Гренадер, ок. Два спецохоли и ньютон. А, есть еще хороший снайпер. Я хотел его переучить. Как раз сделать его не пистолетчиком, а... Клевым. В центре военных технологий, да? Да, как ее звали? Кажется, Эмма Робертс как раз. Да? Плохая память. Эмма Робертс, да. Флэш-рояль. Да-ра-да. Психи не получают опыта. Забодолбался писать. Ой. Ну, там ранение, насколько я понимаю, просто. Но Рюмина надо убрать отсюда. И поставить копать быстрее сюда. Фух. Станция связи сейчас доделается. Один инж освободится. Еще отсеки можно копать. Присоединили еще один регион. Самое главное, у нас есть доступ к объекту Адвента. Но туда я полечу. Только тогда, когда у меня вернутся два бойца. А пока... Ай-яй-яй-яй-яй. Можно полечиться, на самом деле. В штаб активировать бонус. И... Быстрее восстановить бойцов. Посмотреть, что там... Да как. Сколько у нас по временем... Восстановление. 4-3 дня. 4-3 дня. Бонус у нас... Есть. Это... Станция... Ну, спутниковый модуль. Который прям титрико-втитрико подстроился. Освободился инж. Ставим инжа сюда. Ледокола. Он копает. Женю да отдал. Женю отдал. По бойцам. Два дня. Два дня бойцов. Ну, я лечусь и на объект. Раз. Два. Что-то какое-то событие было. Я не знаю, какое. В исследовательском процессе идет. В зоне испытаний. Костюм паук делается. Бойцы... Переобучение идет. Надо сейчас... Пси-лабораторию поставить инжа. Пси-лабораторию ставим... Ледоколом. Чтобы быстрее тренировалась. Мария Шишин... Ой. Это сделан. Возобновляем. Да, и тут сразу ледокол поставил. Ледокол поставили. Ну все, полетели на квестовую миссию. Судя по всему, она достаточно сложная, учитывая то, что она отличается от остальных единичек. Единичек. Эй, а как... Ну... Вот сюда мне нужно. Устроить диверсию на объекте пришельцев. Так, два спеца, два снайпера, тяж и штурм. Судя по всему, такой будет расклад. Надо только очень внимательно по эквипу. На базах много турелей, поэтому, скорее всего, придется брать еще патроны. У кого из специалистов больше навык? У новенького больше навык, 75. Собственно, Ньютону, Флоресу мы даем бур черепной, плюс 45. Дальше ему даем медикит, естественно. По персональным боевым модулям у него все хорошо, по улучшениям оружия тоже вроде все хорошо. Так, давайте снимем предметы. Я допускаю, что я мог какие-то модификаторы оставить на других. Нет, особо ничего тут нет. Наверное, да, голубые патроны нужны. Я же об этом только что сказал. Ну не им... А, нет, ему же нельзя вообще. Да, он будет по-другому воевать с мехами. Придется ей брать так. Скорее всего, так. Аптечка патроны. Бур отвлекающая. Крит. Да. Да. Гранаты там улучшенные, да, ведь у нас... Да. Огненные улучшенные, кислотные улучшенные. В коей смысле... Плазменные, огненные, кислотные. Урон броне 4 у кислотной бомбы. Плазменные двоечка. Зачем спецопатрон? У него же нет взломов. Это спецнессаппорт. Раз, два, три, четыре. А что у нас по производству? Может, мы что-нибудь полезное можем сделать? Ага. Да, конечно же. Да поехали. Ключевой сейчас вообще браток. То есть он... Со своими... Хотя нет, он же не получил последнюю обилку. Он просто будет сейчас значительно точнее стрелять. Может, вообще-то ей тогда персональный боевой модуль поставить? Будет у нее плюс десяточка. Вообще промахиваться не будет по полуукрытиям. Нет, нет, братку. Поехали. Юзай фантом у Холли. Да, да че, как вообще? Сейчас посмотрим. Я с этим фантомом не привык играть, если честно. Начинаем задание. Заложите заряд, покиньте зону операции. А, миссия совет там появилась, я ее скипнул. Да, это я зря так. Главное, чтобы проток не решил уйти из Икс Ком. Это да. Фантом, как ходячий с снайпером, удобно сражаться. А, да, но сражаться он не должен. Понятно. Нехило так бежать. Так, ну, во-первых, у нас изначально есть возвышение. Спускаться вниз, конечно же, придется. А, вот еще вышка. А вниз бежать и бежать ведь. Как, впрочем, ну я по центру, в общем, иду. Потому что не стоит. Может, стоит на вышку братка завести. Побежали. Раз, никого. Ограничений на количество ходов нет. Просто бегаем. И все. Ориентировочный холли у нас будет с маскировкой, действительно, разведки. После пула первого пака. Слева уже три человека. Уже помехи пошли. Кодекс, видимо. Так, ну, класс просто. Браток поднимается. Ничего не видим. Слушайте, у них же рейндж больше сейчас. Вот они. Архон. И двое... Вроде солдаты обычные. Не уверен, действует ли тема с виженом, с бонусным. Тейка подходит поближе. Аспирант, естественно, тоже. Ух ты, а кто-то топает. Это не Мэг топает. Да ладно. Это кажется... Кажется, это то самое. О, это сектопод, кажись. Это жесть пошла. Мне сегодня Дима пытался про него рассказать. Про то, что ты... Поймешь, когда он... Что это он. Ты узнаешь его из тысячи. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Вниз спускаться... Естественно, не хочется. Некоторые вынуждены это делать. Так. Ща полим. Там сектопод. Да можно чего тут. Вообще наизичок. Я просто боюсь, что они в следующий ход. И учитывая то, что у меня полуукрытие, на халявку возьмут и... Да не возьмет тебя никто на халявку. Как же хочется посмотреть, Одним глазком? Давай угол делаем. Угол раз. Овер. Овер. Не хочу гранат на них тратить. Может, как-то по-другому решим. Я хочу меточку поставить по этому... По архонтам. Там, правда, мечники. Не, не надо. Не экономим на здоровье. Хотя чего, у тебя есть маяк-имитатор. Гениально. Конечно, есть. Да, метку ставлю просто. Не буду ракет тратить, гранат тратить не буду. Что, попало? Попало на уклонение, но голографическая метка есть. Поехали! Первым браток, но я боюсь, что он не постреляет нормально. Это раз. Два. Не, постреляет. Это еще разок. От братка. Кто-нибудь еще, ребят? Браток, может ты? Да, да, да. Прям туда, он там. Попал? Попал. Отлично. Все верно. Было очевидно. Еще попали. Он как звездолет. Просто летит вперед. Прикольно. Так, ну... Понимаете, в один ход убить не удалось. Но, как говорится, игра продолжается. Позвоните Кузим. Пошла... Пошел маяк-имитатор. Ну, а как он промазать может? 120 плюс 15 метка. Извините, уж там... Минус 25, минус... Не минус 25, хотя там минус 45. Архонт отравлен. Милишники видят иллюзию. Кто-то топает вдали. Громко топает. Только вот без скритов давай обойдемся. Можно и так. Да ладно, браток опять тут штрафует. На, под зад. А не написано было, кстати, сколько на этой операции будет врагов. Поэтому давайте просто считать. Илюха, держись. Возвращай очки, говорят. Да. Так, у нас... Маскировка все еще есть, кстати. Смотрите. Ухолим. Давайте сначала разберемся с этими... Товарищами. А кого мне нужно качать? Мне братка нужно качать. Давай. Не элитного копеечка, а вот... Элитного Архонта. Правда... Да, вот. Элитного Архонта с метким глазом. Вот из-за того, что здесь плюс 30... Даже обилка, которая со штрафом серьезным, там минус 40... Без серьезных проблем проходит. Да, давай. Убиваем этого. Как много сейчас? А, давай. Хотя-то и не надо было вообще качать. Вот это ошибка. Да у нее же все уже. Да, да. Так, браток перезаряжается. Он даже, учитывая модификатор, пять выстрелов сделал с начала хода. А Холли идет вперед. Учитывая то, что у нее есть маскировка. Молодец. Что видим? Ничего не видим. Не торопимся. Ады у нас есть. Но овервочи нужны. Я зря вот так вот. Ой, там что упало? Там камни упали. Он очень близко. Слева. Слева сапоги. Пам-па-ба-бам. Па-ба-бам. Пам-пам. Страх. Как страшно. Та где? Да как? Вот здесь вот камешки скатились. О боже, это два солдата. Стоп, а как ты увидел? Стоп. Ты же не увидел. Ты просто идешь. Просто решил пальцем показать. В неизвестном направлении. Так, все. О-о-о-о. Там слева мег. Справа мег. Твою ж налево. Да у них зона обнаружения большая. Овервоч пошел. Попали. Попали мы, попали. Так, ну этого флангуем хорошо. О-о-о. Болин. Так, братуха. Раз. Два. Трис. Там же был еще один. Вот он вдали где-то находится. Мэка я никак не сломаю. Не сломаю. Потому что, потому что Овервоч не сработает. Никак. Давай так. Увидели второго. Четыре армора, понимаете? Четыре. Один на один. Руки. Вот, веер на огонь есть. Можно из пистолета три раза по одной цели пострелять. Но это лучше делать по цели, у которой армора нет. Или брать бронебойные. Но мне их не давали еще эти патроны бронебойные. С общим видом, чисто в теории, мы можем стрелять по кому угодно. Но вопрос, как мы будем... Будем ли мы попадать. Слева обязательно маячок поставить. Как ни крути, нужно ставить его. Оставить-то некому. Кроме Тей. Так. А-а-а. Вот оно что. Смысл в том, что мы никак Холли вообще не спасем. Хотя нет, спасем. Для этого нужно действовать очень решительно. Короче, сюда где-то надо ставить маяк. Выходить полностью сюда. Чтобы было больше выбора. Overwatch не достает пока. Руки молнии можно разок юзнуть. А это действие не завершает ход? Нет. Потому что было в написанном. А даже отсюда не видно. Понимаете? То есть мне никак не... Не, мне проверить. Я же могу проверить вот так вот. Так, видят. Троем. Двоем. Троем. Троем. Кто опаснее. Когда вот правый у меня будет видеть? Вот так вот он видит только, да? Получается так. Нет, вот так вот просто получается. Маяк имитатор летит у нас... Маяк имитатор летит у нас... Аккурат сюда. Нам нужно щитоносца вырубить справа. При этом, желательно, не подходя к нему. БСК нужно снимать у него армор. Просто стрелять, да? Или кислотой? Не, кислота тебе еще пригодится в этой миссии, я уверен. Окей, подходим так. 67, 66. Хотя там улучшенный. Мы снимем сразу 4 армора. И это гарантированно, вне зависимости от того, попадем или нет. А сколько у нас для того, чтобы... Ну и этого же надо тоже убивать как-то. Нет, этого голограмма спасет. Ладно. Транэнган. Немножко, чтобы шанс на крит и точность улучшить, но не спулить пацанов. 8176. 100, 100, 100, 100. Это понятно. Вопрос, что делает Шкода, и стрелять, или не стрелять. Или пустить рокет. Плазменную гренку. Я понимаю, что жалко. Ну надо. Там слишком много хп. А у того слишком много армора. А он меня не видит, ну метку не видит. Соответственно, будет стрелять. Так что лучше я сниму ему армор. Мэг там начал опять хулиганить. Ну а дальше проще. Ну а дальше проще. Нет, не проще. Ну то есть не обязательно сейчас это делать. По элитке 75 на 91. Готов. Здесь тоже, кстати, снайпер можно не атаковать, а поставить на овер. Потому что по мэкам тогда я с патронами, с хорошими буду стрелять. То есть если ты убьешь с крита 80%, то все будет круто. Или ты ставишь протокол помощи налево. Вот, нет, ты попадешь и кританешь. Блин, ты подвел меня. Реально подвел. Овер или не овер? Безопаснее стрельнуть. Просто стреляй и все. И перезарядись в конце этого хода еще. Тем более братка-то нам нужно качать. Да, смерть с небес, я понял. Я про это и говорю, перезаряжусь сейчас еще. Ну смотрим, как поведутся мэки на меня или не поведутся. Да, кстати, надо было... Короче, Илюха стоит, выставил первый выстрел. Да, у снайпера, у которого пистолетный, реально надо было... Что? Ой-ой-ой, что это? Щитоносец поставил, вы не поверите, щит. Да, да, у меня Штей, если убивает, то он и молодец. Тяжелого мэка хорошо приложим. С одной стороны, было бы здорово увидеть, где там кидается щит. Но учитывая то, что там стоит... А, мы же мы можем, во-первых, заблокировать для начала. Или попробовать ломанывать просто. Ну, в смысле, взять под контроль. Ну, взять под контроль, это процентов 35 сейчас будет. 32 скорее даже. Ну, надежнее, конечно, отключение сделать. О, хорошо. Два хода спокойствия относительного. А, у Тэй нет такой обелки. Да, я же пистолеты взял. Ну, сейчас надо встать, наверное, за укрытие и сделать клевый овервотч, для того, чтобы принять чувака, который будет выходить. Вот, поэтому... Я, наверное, сделаю протокол защитой. На... На холле. Потому что ее-то спалили. Тэй... В овервотч все-таки. Может, пострелять по мэку здесь? Да надо пострелять. Кто его будет убивать, как не ты? У аспиранта полуукрытие это меня настораживает. Да, давай так поставим. Ньютон, кстати, мог бы стрелять с патронами со своими. Ну, ждем, щитоносцы. Этот пропускает ход. А вот тут вроде должен выходить. Да, выходят. И никто... И на овервотч садится. Ну, отлично. Отлично, отлично. Он, конечно, бронированный, но его, во-первых, тут с фанга можно принять. Только надо овервотч с него снять. Руками-молниями, например. Только нет. Ну, или аспирантом, например. Или снайпером стрельнуть. А снайпером лучше добить мэка. Гарантированно. Аспирант его фланганет. Отсюда, может быть. Но отсюда он не увидит его просто. Ладно, давай полуукрытием. Поехали. Да, фигня. Надо было Беской ставить на него метку. Давай. Овервотч отменили. Это раз. Я бы веерным огнем-то и пострелял. Но там опять же армор, понимаете. А хотя я могу мэка вырубить протоколом. Но не стоит этого делать. Так, откуда у него вот отсюда будет фланг? Главное, не спулит там этого сектопода, блин. Турель. Черт. Который меня видит. Конечно, патроны хорошие, но это сверхтяжелая турель. Может ворваться тут просто черепную мину сделать? Ну тогда мы сможем снайпером выбить мэка, а вторым пострелять, остальными поэтому. Буром, если замочу. Опасно. Да, давай, поехали. Главное не с пульсик сектоподом. Давай. 58%. Ееееее! Небольшой набор разведданных успех. Могли даже информацию указывающую нахождение объекта. Ничего себе можно как... Короче, сняли. Ой, все. И справа пак. Ой, сектопод! Я вижу его! Я вижу его! Вот он! Ого! Это такой провал. Ну, зато я немножко разведданных получил. У меня Илюхи нет ни у кого, кроме братка. Это фейл. Все. Как бы мне тут ничего не заметит. Абсолютно. Сколько у них там хитов-то вообще? Шесть армора? Ну ладно, чисто в теории. Здесь что? Кто видит это? Никто не видит вообще. Кину модуль, никто не увидит. Такая грязь. Еще цурьятка там. Ладно, это-то можно было пережить. Ладно, даже этому пережить можно, но еще плюс пак. Причем там пак из четырех состоит. Он тебя помнит, говорят. Бери под контроль. Ну, конечно. Учитывая то, что протокол только один, советы, конечно, как всегда в топе в чатике. Ну, что у нас в сухом остатке? В сухом остатке все плохо. Мы, конечно, можем сделать зону. И чего? Все действовать будут? Нет, ну вот реально, давай попробуем посмотреть, кто что видит. Ну, докуда видит сектопод? Вот, например, досюда, да? Досюда, досюда. Ну, естественно, там укрытие еще. Досюда ли докинет? Докинет ли Илюху досюда браток? Должен. Да, поехали! Без Илюхи мы все равно не справимся здесь. Там и количество, и качественное превосходство врагов. Так, Илюха. Илюха долетает. Не, не долетает одну клетку Илюха. Илюхе уже будет плохо. Ладно, где начинает видеть сектопод? Ну, вот он с этого момента и начинает видеть. Да, там больше никак. Ну, как ты докинешь, Василий? Илюха, держись. Мы с тобой, ой, ё-моё. Так, ну... Один на один только две цели. Кто там такая броня, что забей? Аспирант. Вообще, нужно турельку убивать справа. Так, по-хорошему. Не-не-не-не-нет, нет, это не то. Вот это у нас будет убивать. Бауберер поддержал ваш канал на сумму 100 рублей. Верховный фериал, мы получили сообщение, что Икс Чом вернулся. Я знал, что Чомандер еще же выпускайте сектопода. 20 лет он ждал этого часа. Главное, знаете, в чем ирония? Сектопод меня остановил в прошлый раз и в этот раз, судя по всему, остановил. Или Мэка убить, а? Убью ведь Мэка. Да, давай Мэка, потому что там АОЕ. Ты охренел? Ты охренел? Да это забей уже все, удаляй просто. Люди не попадают. Ну что, Тейс может добить его. 5 хитов. Ну, руки молнии для начала, да? И потом еще 5 выстрелов. Бам-бам. О, 3 выстрела так. Раз. И раз, два, три. Ну, раз, два, три тебе критануть нужно хотя бы разок. А, нет. Ты успеешь, успеешь снять. Успеешь, так успеешь. Давай, выстрелы обычные из пистолетов. То есть 5... О, крит! А вот сейчас я уже что-то не хочу тратить этот скилл. Ну, сейчас крит же сработает. Нет, 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 не надо. Давай лучше веерный огонь, реально. Бах! Бах! О-о-о-о! Там лут, что ли? О-о-о! Ребята, я побежал. Хорошая новость, что Мэг выживает. Плохая новость, что Илюха не под укрытием. Впереди шесть человек, в том числе Сиктопот. Справа туретка, которая флангует Сапа. Так. О-о-о! Смотри, Илюха стоит. Илюха, держись. Илюха, мы с тобой. Ханна! Ты без бага ничего не умеешь. Илюха, чемпион. О, эти два хода вообще. Ой, я еще тут вытащить могу. Главное, чтобы туретка не кританула. Этот на рывке вообще бежит. Все к Илюхе, все к Илюхе. О, это редко. О, не-не-не-не-не-не-нет! Вот это опасно очень. Там второй же выстрел не еще. Я пережил, ребят! Что мне нужно, чтобы жить дальше? Еще один Илья. Что, мне Ильи больше нет? А как так-то? 0, 0, 0. А, есть! Вот, 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 моя комментатор. Маяк комментатор. Значит, здесь мы в дом Маяка делаем протокол защиты или отступаем. Отступаем, мне нравится больше, потому что, ну, как бы, туреточка урон наносит. Неприятно. Ну, типа, с поля зрения туреток. тут фланг. К сектоподу поближе, может, ну? Ладно, это понятно. Здесь надо кидать сразу две, и кислоту, и ракету. Причем, кидать все в этого сектопода, чтобы у него армор хотя бы снять. Весь. Ну, сплэшем заденем этого товарища, да? Да? А что, какие проблемы? У тебя выбора-то нет. Это раз. Бан. У меня как раз грыданутые. Минус 4 армора. Здрасте. Ну, что-то жизни у него маловато. И еще рокет, пожалуй. Какая глухая оборона? Что ты несешь? Вот так вот, пожалуй, да? Чтобы этого задеть. Накрываем. Еще минус 2 армора. Сектопод уже так... Вообще, браток должен по нему мочить, как не в себя. Тут один на один на 3 цели, правда. Ё-моё. Аспирант хороший крит. Браток, как у тебя вообще тут? Вообще, пол хп за выстрелом. Или все-таки поставить пока овервотч, пока не поздно. Реально. Если мы сейчас поставим угол, и у нас будет Илюха, мы накроем не только сектоподом, мы накроем вообще всю его семью. То есть, отступалити делаем, да? Выбираем место под Илюху. Илюха прячется. Но так, чтобы еще... А, вот давайте у Тэй посмотрим, кто ее видит. Тэй видит все, кто мне интересен, в общем-то. Поэтому Тэй должна будет уступить место. А, нет. Тэй не видит верхний. Так, вопрос, где ставить Илюху? Вот сюда, да? Туретка не видит, все видят. Двойное укрытие, укрытие горит, самое оно. Докинем ли мы? Возникает вопрос. Конечно же. Или ты сама отсюда постреляешь? Ты отсюда не постреляешь. Ты будешь стрелять отсюда. Точно? Конечно. Беги тогда. Это раз. Это два. Надо. Четыре. Надо. И этого контролечка. Надо. Да, игру проще всего семером проходить. Шесть и сквады и Илья. Значит, здесь мы критуем поэтому, но должны уйти сначала с Вижена. Норм. По мне так отлично. Да стоп, погоди, не шуми ты. Так, маяк кидается с этой точки, на одну клетку не достает. То есть, я сюда спрятаться не могу. Скорее всего, спрятаться надо сюда. Но проблема в том, что тогда вот этот вот хрен... А, нет, все ок. Я уйду-то от туретки верхней? Вроде ухожу. Аккуратненько, аккуратненько. Да, уже здесь Вижена не будет. Значит, здесь так. Лут надо было взять. Ай. Последний Илья в назначенную точку прыгает. Аспирант ориентировочно в этого критует. Браток ориентировочно угол ставит. Ньютон отступает и стреляет по сектоподу, потому что у него патроны такие. Ну и ему от туретки правой нужно валить. Отсюда, правда, не будет Вижена. Этот момент я не продумал. Лучше уж так. Аспирант сто процентов попадания в 53 крит. Это раз. Крит. Десяточка. Здесь Ньютон 96, 0 крита, но зато патроны. Какие патроны, а? Можем добить сектопода этого неудачника прямо сейчас, но я хочу поиздеваться. Поиздеваться над ним полностью. Работаем. А ты еще отравлен? Кто внутри там сидит у тебя? Я бы походил куда-нибудь. Как ты думаешь? Куда-нибудь в сторону, да? Паш? Павел? Ой! А как так-то, а? И взрыв контролируемый. Оп, еще один Overwatch. Нифига, я просто... Вы извините, конечно, но я как царь просто сыграл в этом моменте. Просто как, практически как Иван Грозный. Потому что иллюзия, это халява дешевая. Давай еще сейчас браток и поэтому пострелять... нет, не постреляет. Все? Главное, лут еще вытащить. Подлечиться потом. Так, браток. Браток, что? Не видишь никого, да? Класс. Брать лут. Там вышка. Она может на овере стоять. Но это же лут. хреново, что я здесь людей в принципе очень плохо вижу. Элитного лучше протоколом наверное разок штампануть. А братка я пожалуй верну на хотя вряд ли там осталась только турелька одна. Он турельки и будет снимать. У меня страховки больше нет. Наверное я забью на лут. Рискую во-первых спулить дальше пак и подставлю точно под турель. Песка по-любому перезаряжается. У нее халявная перезарядка. Я думаю ей нужно поэтому пытаться попасть 50 на 50 но уйти наверное в кавер сначала. Вообще всеми нужно в кавер уйти для начала. сапресс просто не не алё попади просто молодец попала и броню сняла личную метку поставила так будет проще а он же отравлен еще да и он не отравлен не хочу подходить ближе могу добить протоколом ну лут так близок ребят не ну я должен модифицированная настройка модифицированный приклад хотя это не топовые кто кто а да туретку увидели по туретке 7-8 но так ладно допустим 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 ты этого убивает из пистолета из винтовки не принципиально то есть лучше из пистолета конечно давай это раз далее она видит второго и может также по нему пострелять отравит все дела 59 все скиллы в кд капец мимо run and gun это чушь бежать я его не могу мне осталось 2 человека 3 человека которые не ходили ньютон надо уводить и скорее всего протокол атаки пытаться использовать но тут укрытий нормальных для него нет понимаете он либо не видит а а что у него за обилка по овервотчам а плюс абсолютно спокойствие это улучшение а тут а у него в принципе овервотч есть то есть он должен встать таким образом чтобы видеть человека прям стопудово отсюда я могу туретку увидеть да отсюда я точно видел ну в принципе ты неплохо сидишь я бы поставил на тебя защиту сделал бы протокол помощи и сел бы на овервотч какая там вероятность 50% какое лечение а лечение уже у тебя ё-ба-ё тебя же ты же у нас пацифист ну может лечение тогда гамбли поддержал ваш канал на сумму 250 250 да при обследовании трупа секта пода были обнаружены черные очки фотографии Арнольда Шварценеггера и открытка с надписью на старом английском илби бачк илби бачк предметов неизвестно илби илби бачк так все-таки гремлин лечение гремлин лечение мне нужен этот сап а тут как будем уходить это же провал вообще может пак полуукрытия ну если я вот так вот побегу я реально могу сейчас пулить еще пак под занавес тут есть полуукрытия без а еще мне нужно уйти так чтобы трель меня не видела так она меня не видит ладно с богом ребят рискую конечно очень рискую 2 овервотчим стреляет ему отвечает сап но штурмовик не ответит ой 6 хитов какая боль там хитов то нет один хит так ну все давайте его тогда отлично браток кстати видит цель хреново без снайпера тут вообще его никто не видит подхожу поближе бэск ну меткой стрелять или сапресс лучше лучше сапресс армор то у него нет поэтому я лучше его просто задизейблю а на нем метка то есть да есть он же ставит метка слава богу браток ничего не видит вы лечим холим хорошо тут стоит ну и из винтовочки будем стрелять на него патроны правда закончились но вроде что-то она тормозит давай 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 бах есть все убили скрита значит что у нас в сухом остатке раз два три первый пак раз два три второй пак сектопод плюс четыре человека третий пак одиннадцать турель турель двенадцать тринадцать навскидочку здесь перезаряжаемся и сейчас турельки будем потихонечку ломать лечиться и ломать турельки причем нужно их реально ломать снайпером и вот этим вот вторым товарищем с патронами ой там кто-то есть еще а понятно разведку будем аспирантом делать допускаю что там есть овервотч у турельки поэтому мне бы легкий шаг увидели увидели вроде не увидели полукрытия подходим увидели увидели браток видит турель что по захвату у нас посмотрим мне бы вижен просто я могу ее убить но я бы хотел еще ее склонить на свою сторону турели они менее защищенные вроде чем мэки хотя могу ошибаться 50% 50 на 50 мне повезет е мэко мэо даешь вижен вокруг базы очень хочется что увидели видели крышу пока только но я предлагаю ломиться сюда всеми покажет справа еще одна турель но пока есть возможность помним что у нас страховки нет еще надо хильнуть будет папа сверхтяжелая под действием взлома все еще может не париться расстрелять и я просто не знаю сколько она мне служить верой правдой будет да давай сниму армор поставлю метку и братком снял армор 75 процентов и братком попробую 75 ее снять с одного выстрела если попаду убью экспо ему нужно попал убил перезарядись тогда а не факт что у него он выше находился чем она да они вышли так я хотел еще похиляться да похилять только не тебя тебя ты же еще остался может быть кстати это и все паки до до скрипта да вы видите очень быстро ход идет и так мне уже сюда закладывать взрывчатку оставляем браткой вот братка не хочу оставлять потому что что эвакуация это целая проблема для снайперов а а а а нет пак есть так а вот теперь вот теперь во первых укрытием могу сейчас прям спалить в двери не спалил второй вроде как снайпер нужно подвести под кавер они могут просто прийти сейчас из-за угла просто выходит и улыбается мне это совсем не нравится да ладно просто у меня закончились гренки армор мне никак не снять с него так а если я быстро прям залетаю ставлю гренка и у кого и эвакуируюсь кто у нас самый быстрый по по модулем маневренность у кого у той да вы что чёрт возьми паша перезарядись так мне нужно подойти так чтобы не спулить в идеале ходить ходить отсюда здесь увижу многое три клетки мне хватит тепле басу не хватит полухода чтобы все сделать может забраться тогда отсюда там дверь выбита скана у меня нет я нет скана но там я скорее всего увижу слишком многое с богом бога нет так хорошая новость том что нам не надо прямо сейчас их убивать в ближайшие ходы браток должен ставить угол вот так вот все остальные должны уходить тэй да я тэй даже ну на этот ход я вообще не успеваю добежать до этой точки я думал хитро сделать обижать вот с этой стороны кем-нибудь но это так еще больше аркада поверьте здесь надо пользоваться фулл каверами протокол защиты обязательно юзнуть на Тей, потому что она не уходит так, чтобы ее Сектопот не видел. Здесь тоже такие укрытия, что лучше за угол. Туретку в теории я могу увидеть. Но она меня не будет фланговать, по крайней мере. Тем более я смогу протокол блокировки юзнуть в следующий раз. Так. Протокол блокировки можно было, кстати, попробовать сейчас. Штурмашом далеко отходить не хочется. Надо еще всех более-менее равномерно распределить. Этого не видят, соответственно, Беска пойдет у нас вот сюда вот. Саппортом бы я вообще далеко от убежал, потому что у нее есть еще хилл, соответственно, реанимация и прочие радости жизни, которые мне могут помочь. Поэтому я на фулл побежал. Эспирант, скорее всего, где-то здесь будет под фулл кавером. Последний. Центральный. Беска овер. Тенни убегает. Ну вот сюда можно, на самом деле. Так ее никто видеть не будет. Но если он добежит и ее увидит, то это жесть. Есть много точек, где ее, типа, не заметит, но если, опять же, повторюсь, он подойдет, просто увидит через окно, это будет гуф. А так я хотя бы через протокол защиты как-то поотстреливаться смогу. Я могу, в общем-то, сейчас руки молнии езнуть. Ну так, на халяву, чтобы его раззадорить. В лицо единичку. Пять брони, один урон. Ой, ответный еще. Ой, это не тот скилл. Тей, мы будем помнить. Это капец, такой провал. Че он делает? Держись. Так, тут Овервотч от братка попал 8 уроном. Что он делает? Мимо. Какая махина, капец. Так. Сектопод облажался второй раз. Ответный огонь на тебе. Слышал? Упырь. Ядом тебя травить надо. Понял? Нормальный дэмэдж. Еще трое. Ох, у него второй выстрел. Стрелял по аспиранту. Ну, у него и в старой версии двойной выстрел. Что-то мне не нравится, что на 5 подвис, как бы бага не было. Слушай, не охренел ли ты третий раз действовать? Нет? У них, видимо, по наследству какие-то прошивки с багами. Что, щит, да? Ооо! Смотрите-ка. 7 хитов по щитоносцу. Это очень хорошо. Еще один овервотч. Промах, правда. Тут снайпер, естественно, под углом. 7 хитов. Не зря я братку конус взял. Погибает уже копеечек. Неплохо. Братуха, давай еще разок. Овервотч. А что это он делает тут? Что это он тут сканирует, собака? Видите? Что это? Это он бомбить будет, как в первой части, что ли? Типа, да, я понял тебя. Я понял тебя, гад. Кто что может? Могу по сектоподу. Прямо серьезно. Погоди. Беска может? Беска не может. Отсюда сможет. Тут опасно с укрытиями. Там овервотч. Тебя он увидит, да? Хотя он увидит тебя в последнюю клетку. До этого не увидит, так что беги спокойно. Это раз. Оп. Дальше мы пробуем попасть в 79, снять армор и, соответственно, перебить вот эту хрень, которая делается по возможностям. Есть. Минус 2. 2 брони. Он не прекратил. Светомузыку. Щит убран. Но теперь, во-первых, браток будет больше урона нанесить. И он уже точно не 95, а 100%. Меткий глаз. Меткий глаз. 16-18. Давай. 15. Так, сектопод. Медленно, но уверенно движется к Гуфу. Холли может его взломать, но не будет. Ньютон его не видит. Ньютон его может увидеть и пострелять. У него просто... У него просто пули хорошие. Полуукрытие меня немножко настораживает. Не, погоди. Так, Тейд должна в любом случае уходить отсюда. В этом никто не сомневался. Есть руки молнии и есть еще вот этот вот веерный огонь по одной цели. Тут не по кому. Надо кайтить, короче. А кайтить некуда. Тут овервоч еще... Армор никто никак не снимет, да? Никто никак. Можем овервочу этого снять, пострелять. Можем его реально еще подблочить. А, мы можем бур юзнуть. Бур. Тут хороший фланг, но я про турель забыл. Она там прям уже будет. Не хочу. Туреля мне сейчас точно не хватало. А по-другому не играем мы. Не, ну а чего? Если мы подходим сюда и вырываемся с буром, то... Зачем тебе врываться? Ну, чтобы как бы, да. Чтобы Тей спасти. Ладно, давай так. Постреляем по нему еще специальными патронами. 95. 8 урона. Хорошо. Там осталась-то вообще фигня. Ну как? Прилично осталось. Так, а если... Если Тей его убьет, аспирант... Аспирант тоже с ранганом там хорошо... Не, не надо ломиться. Не надо ломиться. Миша, прошу тебя. Вот зачем тебе ломиться, в принципе? Убей сектопода просто. Вот убей его. Прямо сейчас. 87. Ну почти. Убей сектопода. С этими как-нибудь уже... Разберемся не впервой. А то он реально что-то за... Задумал неладное. Руки молнии. На тебе, из пистолета сектопода. Какие-то они слабые, честное слово. Опа! Еще взрыв. Открыл фланг. А кто из них кто? Это щитовой. А тот кто? Тот кто? Тот не с мечом. Нет, тот обычный. Я могу в него серию просто веером закинуть. Даже без крита его убью. И могу Холли зайти... Ну куда тебя опять несет-то? Ну ешки-матрешки. Вот реально отступай просто. Овервотч. Отступай и овервотч. Да, только здесь не отступить с овервотчем. Все, овервотч! И просто беги. Беги, скажем, вот сюда. Все. Что там, два сол... А, овервотч там. Я знал, что он не попадет. Так. Этот идет. Полукавер. Мажет. Да, миссия, конечно, жесткая. Кого видишь? Его же. Держись! Крит. Ну есть там хил еще, кажется, один. Да, 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 да. Сейчас будем захватывать. А кого лучше захватить? Наверное, этого, да? Недоступных целей. Этого я не могу захватить. То есть, типа, только этого. Давай, туретка, если что, даже увидит, пофиг. Не видит. Не, не можем мы. Никого. Здесь бы флангануть, конечно, же. Так, чтобы еще за укрытием остаться. Да забей, ты тут просто разуплотнишь. Главное, армором снять у этого гада. И его в первую очередь убить. Попадаем, снимаем армор. Каритуем еще. Добиваем остальными. Ослабляем дальнего того. Тей может пострелять из своего. Но она убьет. Это нам не нужно. Нам нужно, чтобы убил Павел Кузнецов. А он как раз может не убить из-за армора. Так, Тей, давай-ка ты лучше разок из пистоля стрельнешь. А то и два. Нет, погоди. Уже есть риск. 6-8. Понимаете, тут если выпадет шестерком, без скрита, то останется хит. А это фигня. Ладно. Тей, все-таки стреляй. Ради Паши просто и с пистолетом. Хорошо. Паша 100% добивает теперь. Щит спадает с того дальнего. Да, щит убран. Погоди. Погоди. Подходим. Ран-н-ган. Ну там 92%, я не хочу давать шансы. Лучше пусть будет 195. Офигенные миссии. Просто офигенные. Но еще не закончилось. Нет проблем, босс. Сейчас хил на сапа. На себя же. Вот это встреча, когда Тей выходит и видит трех солдат и сиктопода. Да ладно. Подкрепа пошла. Хорошо, что это было уже после того, как мы с Паком разобрались. Но надо приготовиться хорошенько к этому. Так, а у Паши есть? Нет, конус у него будет только после. Сплошные полуукрытия. А давай вот так вот. Раз. Беска не добегает. Ей еще перезарядиться надо, но там свободная перезарядка вторая. Да, вот так вот. Давайте протокол защиты поставим на Тей. Она тут может пострелять неплохо. Аспиранта надо вернуть тоже. Сюда, пожалуй. Нет, патронов нет. Лучше перезарядиться. А братка надо на Overwatch. Да, на Overwatch ставить. Или нет? На пистолетный можно, конечно, на Overwatch. Да, лучше не рисковать братком. Следующий ход просто у меня зона поражения будет. Я там постреляю хорошенечко. Только перезарядки нет. Overwatch, Overwatch. Давай Overwatch, Overwatch. Смотрим, кто прилетит. Главное, чтобы не сектопот. Но он вроде не поместится в такую бандуру. Да, вижу. Мэка вижу. Мечник, мэка, щит. Да, они самые слабые бойцы. За мной ход. Плюс половинка Overwatch. И мэк не топовый. Один овер сразу встает. Хорошо. Еще будут оверы. Там Паша еще. Второй овервотч благодаря... Благодаря протоколу защиты попадания. На это я и рассчитывал. Тут с пистолетов уклонения. Сверху хороши. Отлично встретили. Так, ну мэк на овере. Мэка будем сейчас ломать. Или просто Пашей ваншотнем его. Тогда пробуем заблочить все-таки. Это надежнее будет. Сейчас только проверим. Потому что я же должен был еще протокол защиты юзнуть до этого. Мэк не самый топовый, поэтому... Да, в этом стрим. Я ничего не нажимал. Он сам сделал это. Жалко. Все, теперь спокойно справляемся. Справляемся вот с этим упырем. Пошел выпад. Аспирант не может ничего другого делать. Сейчас. Ран-н-гана нет. А так можно порядок. Оглушение еще на два хода. Понятно все. Давай. Раз. Три. Такая сразу штука. Перезарядись. Из пистоля стрельнем. Негативное давление. Хорошо. Армор у него хороший. Но вариантов попасть. Просто море. Плюс еще два хода. Они отдыхают. Ну, то есть следующий ход они полностью отдыхают. Это круто. Вот так вот. Извиняйте. Повторюсь, что мне нужна икс по обратку. Поэтому я стараюсь просто тяжелого мэка убить. Метким глазом. Ну и, в общем-то, аспиранты неплохо было бы покачать. Давай. Вообще из дробовика было бы надежнее. Сейчас промахнуться еще можно. Готово. Надо будет... Все, больше противника нет. Ха. Да ладно. Неужели этот момент настал? Блин. Я не верю. Такая миссия. Дичайшим. Просто дичайшим. Просто дичайшим. Хотя турец-то есть. Зря они так. Ё-працетая. Еще этого не хватало там. Рушатся все. Так, закладываем. Икс-4. Невидимую стенку. Так, на первом этаже никак не поставить. Надо сразу вот здесь вот на выходе ставить. Все подходят, но никто не эвакуируется пока что. Потому что надо гарантировать выбегание холи из... Ну, он аж не успевает из-за полухода. Все, поехали. Такая жесткая миссия. Встреча с сектоподом. Я вот реально думал сейв сделать, как бы, когда встретился с ним. А тут оказывается... Ну там, вы помните, что было. То есть, туретка, там мэг недобитый, солдат недобитый, туретка-туретка, и пулится сектопод, и четыре человека. Но миссия, конечно, сверхсложная. Если бы не Илья, я возьму еще двух Иль... Два Иль... Двух Илей. Ильюх. Илюх. По сути, кстати... А, это с первого трая, что ли? Да, я с первого трая прошел. С первого трая сложную миссию. Без... Только с двумя ранениями. Изи! Изи! Вообще... Браток больше всего урона. Ну, вот мы снайпера другого качаем. Купи мяч штурма. Да нет, бабла у меня. Задержка звука с вебкой. Дропы в плеере. F5 или флеш в плеер. Попробуем. Никто левелап не получил. Модифицированная... Ну да. Не два урона. 20 разведданных. Мы, главное, отменили аватар. И еще не просто отменили, но и снизили на три. Пожалуйста. Раз. Два. Три. Не все так, конечно, хорошо, но... Ну что, Азия нам нужна бонус. Да, разведданные. Наверное, стоит... И ехать сюда. Возможно, достроить ретранслятор, который я там бросил. Но сюда смысла особо нет. Ее нужно подключить вот эти вот два региона оставшихся. И начать с верхнего. А, миссия совета же еще. Ну вот, операция с советом. Эвакуировать випа. Инженер. Да, надо... 15 человек. Господи, я не успел от ранения прийти в себя. Я пропустил эту миссию, потому что мискликнул, и там прошло мимо. Надо следить, конечно, за этими иконочками. Миссия советуем. Да, но сейчас придется... Ну, возьмем псих, конечно же. Браток, Бесса, Аспирант, хорошо. Тейп. Арцтоцка тут, как штурм. И да, она наиболее опытная, конечно же. Берем Илюху. Я без специалистов вообще лечу. Надо будет еще раз посмотреть, сколько там врагов и кто. Чтобы не гадать. Так, я хочу пятого Илью еще взять. Ага. Сейчас. Бывает. А Бур не помогает. В Сионике, да? Очень жаль. Да, кстати, Илью у братка лучше взять, передать. Потому что браток же стоит, что знает где. Сейчас еще разок миссию посмотрю. А, месяц закончился. Доктор, два доктора. Опа. Так. Пришельцы усложняют всем ушифрование, что увеличивают месячные расходы на разведку на 100. Ученые пришельцы совершили большой прорыв. Единица про... Ну, короче, я беру разведданные, естественно. Смотрим, что. Пришельцы совершенствовали в течение месяца во время партизанских. Гарантированно появляются... Кто? Кто появляется? 6 и 7 недель. Окей. Игнорим. Смотрим миссию. Итак. Тяжелый Мэг. Элитный копейщик. Сектопот. Господи, там такая грязь. Вы посмотрите, сколько народу. Подкрепа. Ну, я думал, из чего подкрепа конкретно? То есть, количество. Так. Давай записывать. Сектопот. Тяжелый Мэг. Архонт. Андромедон. Мутон. Мутон вообще дети по сравнению с вышеперечисленным. Сектоид какой-то. Сектоид. Ну и солдаты всякие. Щитоноццы, элитный солдат. Копейщик. 15 человек. Без специалиста. Без специалистов. Мне будет очень плохо. То есть, и Мэг, и этот Андромедон, блин. Ну, у меня есть Илья. Сделай патрон на игнор брони. Они же рандомные. Они рандомные. Там все время производится. Нет патронов на игнор брони. Понятно, что если появится, то на пистолет будет действовать, а нам по ДПСу будет просто топить. Но нету их. Нету. Сделай. Как я их сделаю? Всем, кто недавно присоединился, добрый вечер. У нас шестая часть трансляции XCOM. Четвертый уровень сложности. Мы воюем, блин, с захватчиками. И каждый месяц новые сюрпризы. Эвакуируйте по... А, и маскировки нет. Маскировка только у нас у... Ни у кого нет маскировки. В холле же нет. Правильно. Так, окей. Здесь тупичок. Крыша опасна. Нормальных укрытий нет. По центру тоже особо желания идти нет. Может быть, бочком? Бочком не факт. Время ограничено. Здесь укрытий нормальных нет, понимаете? Не, я лучше на фул, но бочком. Поехали. Смотрим. Никого. Внутри дома может быть, но... Я надеюсь на лучшее. Поехали. Начало, как говорится, не подкачало. Вообще, Арцутску надо было... Блин, у нее же маскировка есть. Такое, ну бас. Ну и Леху пускаем. Провоцирование на АОЕ. Такое, нехило еще сидит. Серьез. 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 С Богом, первый пак Да, он идёт, идёт, идёт Главное, чтобы не АОЕ было А, слушайте, это идёт сектопод вообще Это не этот идёт Ничего себе вообще Здрасте Хорошо Ну, Илюха спасает, опять же Илюха тащит Так, это у нас кто вообще? Это солдат-щитовик, да? Надо армор снимать Первое, что нужно делать, это снимать армор Это раз Это раз Скорее всего, выстрел надо будет сейчас с Хэвиком сделать Просто для того, чтобы поставить метку Ну и плюс Крид, конечно же Братковский выстрел оставить на вторую фазу Потому что у него бонус по МЕКам Здесь делаем, соответственно, серию А если руки? А чё так много-то снимаешь? С чего ты так много снимаешь? Не верю Давай руками Ну, показывай, чтобы убьёт вообще Это же враньё Враньё же чистой воды Давай, три выстрела Так, чтобы прям наверняка Бап, бап, бап Ещё один выстрел А давай лучше Один на один даже Правого тоже нужно Мочить Вообще жарит Далее Браток у нас стреляет Поэтому Или всё-таки вот так вот У него больше Почему-то тут баг какой-то Показывается, как будто я его Убью Я вообще никак не убиваю Давай 89 Меткий глаз Попади просто Хорош Единичка осталась Да, пожалуй Я был Ивелап за это сразу Тебе дал Прям сразу А, всё Этот тоже умер Прикольно Там страховка была В виде Штурмоша Но проблема в том, что Я на это потратил Два хода Слева Мэг И сейчас Придётся мне Не бочком идти А придётся идти Через центр На последнем ходу Я этого делать не хочу Так Этого зачёркиваем И этого счета зачёркиваем Впереди ещё по списку А, он не получает вообще Опыта за убийство Да ладно Не может быть Серьёзно? Не апается Говорят на киллсах Вот это поворот Ребят Сказали бы Я знаю, что говорили Много раз Но я такой Да Сигнопода слышу А кто его не слышит? Все его слышат Там, кстати, вышка Ах У меня специалиста нет Так Вижу мирных Справа тоже вышка Дверь открыта Хорошо Кокном Я идти не хочу Какой патруль и файнда Что ты увидела? Скажи О, это тут А, вот кто стоит Ясно-ясно Тут яд, понимаете Я не могу Илюх Илюха с нами Двигаться Нужно Нужно сюда Вход вот здесь Смотрите Хорошее место Все-таки Надо держаться Правого края Но проходить Через дом Все-таки Ну и проблема Браток, кстати Видит Нао Прикольно Может он тогда Конус Нет, позиция для конуса Хреновая Но в доме будет Не лучше Плюс ты спуешь Надо подумать Так, а я тут По клеткам Не смогу Вот так вот Потом сюда Ты просто не видишь Те клетки Которые они блочат Скорее всего И что ты не сможешь Сейчас проверим Так мне Стримает этот Топ-топ-топ Очень А нет Здесь можно пройти Вот так Вот так Не, нельзя Два солдата Это неспроста Хотя Я сейчас могу Уже по двоим Пострелять С конуса Допускаю Что там Третий Ох А, нет Все Пофиг Что стекло Выбило Я уж Испугался Что Мне нападут Кошмар Короче Мне нужно Вот в этот угол То есть Убрать Вот этих Пацанов А потом К дому Слушайте 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 Флангануть Меня сейчас Могут Если они Сейчас будут Двигаться Может я Может я Я зря Поставил На овер Может пока Не поздно Илюху Кинуть Та не Все 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 Будет Они Сейчас Двинуться Сразу О Архон Да Сразу Понятно Короче Ошибка Надо было Сразу Конус Ставить Это Провал Это Просто Провал Они Меня Не Видят Ой Внутри Еще Два Мутона Я Вижу Три Мутона Архон А как Ты Увидел Меня Ну То Есть Как Куда Ты Побежишь Ты Не Знаешь Куда Бежать Ой Йо ФРС А ты Это Блин Капец Чертова Маскировка Чем Я полез Подставил Артстоцку Это Просто Капец Просто Удаляй Так Ну Выходит На сцену Илюха Артстоцкин Причем Илюха Господи Сейчас Такая Грязь Пойдет Тут Уже Яд Спал Лучше Ты Так Ладно Хорошо Соберись Соберись Не с таких Выбирались Ситуаций Неприятных Что тебе Нужно Мне нужно Найти Место Где Илюха Будет В безопасности Но Его Будут Видеть Большая Бетонная Колонна Тебе Подойдет Ну Это Обойти Могут Вот так Вот Видят 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 Дальние Видят Пряд ли Видят А Совсем Дальние Хорош Приближать Без моего Ведома Камеру Да Это Беда Видите Полуукрытие Вот это Хорошее Место Все Видят Только Половина Полуукрытия Или Вот это Еще Лучше Место Один Только Не Видит Вот сюда Мы Кидаем Илюху Илья Илья Молодец Так Можем Не докинуть Тут Полуукрытие Сюда Да Точно Да Только Один Не Видит Может Даже Два Ильи Попросить Реймидж Запасом В Четыре Клетки Ладно Давай Вот так Кажется Не докинет На одну Клетку Я Облажался Нет Докинет Хорошо Илья Готов Это раз Ну Самое простое Это у братка То есть Он выбирает Угол Правильный Какой-нибудь Такой Который Позволяет Ему Прям Вот Прям Прям Вот Всех Да Вот Наверное Так Потому что Этот угол Все равно Не алло А вот Так Прям Все Попадает Это раз Хэвиком Хорошенько Бы Хорошо Было Бы Закинуть Туда Что-нибудь Но проблема В том Что Я не вижу Сектопода А он Как бы Топич Так что Хэвик Скорее всего У нас идет Вот сюда Вот Что по крайней Мере На следующий Ход Суметь Сделать Как Надо Ну И на этот Ход Он Тоже Может Что-нибудь Кинуть Только Не Не Очень Серьезную Не Кислоту А Вот Типа Ракету Вообще Отлично Ну Вот Сюда Например Да Зачем Все эти Мелкие Вообще Там Там Же Другого Масштаба Парни Так Ты Голову Вниз Никаких Флангов Ни черта Нет Просто Ой А вы Мария Может Выйти Под следующий Ход Сплэшануть У нее Нулевой Удар Есть Но Точно Нужно Сокращать Как они Будут Действовать Они Будут К Илье Подходить Они Будут Подходить К Илье Ну Наверное К Хэвику Самое Логичное Подойти Слева Сектопот Будет Двигаться Будет Простреливать Все Убивать Они Будут Скорее Выстраиваться Где-то Вот В этом Районе То есть По идее Тебе Лучше Вот Куда-то Сюда Выйти И на Овере Постреляешь Ага И в укрытии Не посидишь Так Все равно Лучше Можем На этот Ход Попробовать Доминирование Сделать 39 На Архонта Или Безумие 39 Давай Доминирование 39 Реально Попробуем Попытка Не пытка Архона Под контроль Не удалось Мутоны Значительно Меньше Сопротивляются Надо было Мутоны Захватывать Так Штурмовик 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 Который Ближнебойный Он Борис Разор Поддержал Ваш канал На сумму Тысяча рублей Миша Тысяча Делаешь Своё дело Так Держать Спасибо За саппорт И Кажется Я всё равно Здесь не Ну хотя Посмотрим Ладно Ещё не поздно Второго Илью Вызвать На самом деле Можно подсопресить Можно просто Пострелять По этому Солдату Ну это Он не видит Никого Кроме этих Солдат Значит Просто Стреляй Окей Ну это Всё Минус Один Аспирант Либо Ты Ну я хочу Подойти Поближе На самом деле Для того Чтобы потом Фланговать Хорошо Я думаю Делать ли Второго Илью Или нет Подойду И посмотрю Сколько там Народа Там дофига Народа Мелькнул Только что Сектопод Вот здесь Вот слева Попасть Практически Невероятно Сколько я спулил Паков Получается Солдат Элитный Тоже Вычеркивается Мутон Есть Сектопод Есть Архонт Есть Мэка Нет Сектоида Нет И копейщика Нет То есть Я спулил Все кроме Одного Пака То есть Чисто в теории Можно В общем-то И Илью Второго Ставить Под кого Под Пси Можно Поставить Илью Да Только сюда Мы Не Докидываем Туда Слишком Далеко Да Не 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 Держится С С Богом Пацаны А ты Что бы Делать Разок Из Винтовочки Стреляет Господи Или Как Пистолетный Снайпер Подойдет И Овервочит Некуда Тебе Подходить Надо Подходить Да Не Нужно Было Подходить Все Все Скиллы В КД С Богом Вижу Сектопода Ой Тихо Тихо Ой Я Кажется Тейп Отставил Браток Пробивает Хорошо Браток Больше всего Настреляет Но Сектопод Идет Ааа Капец Илюха Смотри Илюха Он не Видит Илюху Он вообще Никого Не Видит Видит Держись Держись Очень Слабый Игрок Очень Илья Держится Фулл Кавер Все дела Враги Подбегают Врагов Много Браток Штрафует Всех Вообще Благодаря Этому Своему Углу Да Там Броня Я понимаю Но Он молодец Опять Мимо Молодцы Браток А представьте Их двое Будет Вот я хочу Сейчас У меня учится Второй снайпер Но такого же Просто встал Правильно Перекрыл Зоны Может быть Даже Одну и ту же Если ты уверен В том Что там Проходит Экшен Илья Вообще Чемпион Вы посмотрите Его никто Не может Убить Все хотят Но никто Не может Даже Архон Несчастный Со своей Палкой Наверное Промахнется А он Будет Стрелять Удачи Тебя Мимо Лузер Отлично Мы подставили Под псих И еще Все Еще Мутоны Подходят Здесь точно Кислотную Нужно Будет Давать Ой Крит Ну Илья Чемпион Еще Два Мутона Правда Не ходили Как бы Чего Не вышло Подходит Мутон Тоже Под Эээ Только Без Рук Слышишь Только Без Рук Там Дальний Мутон Не ходил Но Неужели Да Он Увидит Сейчас Увидит Полук Не Это Рывок Был Отлично Это Идеально Просто Да Да Конечно Да Ладно Еще Интерцепторов Мне не Хватало Первое Что мы Должны Делать Это Класть На Все Авиабомбы Ну То есть Ракеты Осидочки Вот Все Сюда Тут Два Мутона Сектопод И Все Должно Лежать Причем Я хочу Начать С Ракетой Чтобы Убрать Стеночку Для Пущего Вижена Но Таким Образом Блин Чтобы Не Убрать Со Сво Может Быть И Так Да Давай Вот Так Должно Хватить Главное Чтоб Дом Не Не Упал Оп Проявился Сектопод Дальше У нас Идет Плазменная Которая Снимает Оставшуюся Броню У Сектопода Травит Всех Не Хочу Так Ну Архон Это Надо Закрыть Ладно Мутон Не Так Важен Как Архон Плюс Мы Задеваем Вроде Еще Это Два Надо Обязательно Посмотреть Кто Илью Будет Пускать В этот Раз Хорошо Мутон Отравлен Этот Умрет У Сектопода Кстати Армор Не Весь Снят Ох Утей Конечно Никакого Дамага Нет Спирант Слушайте Там Патронов У братка Нет На этот Ход Как Здесь Мы Здесь Как-то Надо Выйти По-хитрому Прострелить Главное Не Зафейлить В идеале Конечно Архона Нужно Архона И Сектопода То есть Выходить Куда-то Сюда Даже Наверное Сюда Там Были Овервочи Был Овервоч У Мутона Не Было Никакого Овервоча Отлично Оп Че-то Их Много Ребят Тут Только Перезарядка У Братка Пистолетный Овервоч Блин Вот Ты Зря Может Аспиранто Вообще Оборваться А У него Как раз Последнее Я просто Аспирантом В кучу Встал И начал Брезать Но Не паря Жая Нифига Короче Я могу Сделать Что Я Таю Бью Мутоном Вот так вот, наверное, я за эту вышку спрячусь. Да. Хорошо. Докинешь, в общем? Не докинешь. Ой, блин. Так, а если ты в аркаде вообще сыграешь? Подходишь вот так вот. Кидаешь маяк. Они начинают двигаться, ты их начинаешь резать. Запас в две клетки. Хрен из два. Под нормальное укрытие ты его не поставишь. Полуукрытие не нравится мне. Вот сюда его можно поставить, фулл кавер. А видят кто? Видят только трое. Я хочу полезное просто действие штурмовиком сделать, понимаете? Я хочу сделать так, чтобы он в свой ход не только маяк кинул, но еще людей порезал. А для того, чтобы это получилось, ему нужно особым образом встать. Учитывая следующие параметры. Во-первых, сильно не пулить и быть под укрытием относительно такого не будет, Вась. Такого у тебя не будет, если только ты, маяк-имитатор, не поставишь куда-нибудь вот сюда вот. Я могу его туда поставить. Точно? Не факт. Я его просто могу не докинуть с той позиции, куда хочу встать. Две клетки. Ну встанем вот, не знаю, вот сюда. Они все равно к тебе побегут, скорее всего. В идеале, конечно, нужно встать вот куда-то сюда. Чтобы мутон, сектопод. Или вот так вот на нейтральную. Утей, маяк. Утей, нет маяка. А, есть маяк, Утей. Утей, маяк. Я посмотрел на ноль вообще. Господи, Утей же маяк. Что ж ты делаешь, ты, Михаил? Какие варианты? Вариантов море теперь уже. Миллион их, реально. Просто миллион. Подходишь. К сектоподу. Да, здрасте, здрасте. Я к сектоподу. Делаешь вот такой вот выстрел. Ты не умирай раньше времени. Так, хрен из два, он умрет. А Т теперь выбирает уже цель для маяка. И она как раз может сюда его кинуть. Прямо с своего места. Причем тогда она, получается, может кого-то еще, в кого-то еще пострелять. Например, по этому мутону, потому что он плотный, больно. И кидает маячок. Офигеть. Столько у игры возможностей. Илюха пошел. Фулл кавер. Там штурмовик вокруг него. Такая... А, товарищ Артстот, скажи, еще свободен. А кого я повел вперед? А, второго штурмаша. А у тебя... У тебя ничего такого нет, да? Нет, эти мутоны тебе не нужны. Тебе нужен сектопод. Нужен. Да ладно, только не взрывайся. Нет! Аспирант, ты там выжил? Да, его даже не задело. Минус мутон, минус... Вообще жесть. Так, это отравлен. Смотри, какой Илюха справа стоит. Все идут к Илье. Слева вижу Архоны из... Раз. Наши фото сейчас на голограммах. Посмотрите. Ай, этого тоже не задел. Блин. Не рассчитал я, что у меня... Два штурмовика могли еще стрельнуть. Живи. Левый мутон тоже мимо пройдет. Капец. А не дай бог, этот еще попадет. Ой. Хьюстон, у нас проблемы. Может, он в мили ко мне подойдет драться со штурмовиком. Давай. Оп. Давай. Да. На, собака. Неплохо. Ну, игра изичная, на самом деле. Что тут думать? Просто изи бризим. Семь ходов. Один пак вперед не идем. С пулем безусловно. Суточка по Архонту. А с шестерочкой как? Семьдесят шесть. Фиговенько. О, давайте безумие на этого. На мутону. Восемьдесят девять процентов. Под контролем. По рулим у тоном. Хорошо. Тейка теперь может пострелять. Да, только не поэтому. Мне бы... снять армору того. Да, давай. Тяжем, в принципе, делать нечего. Давай. Промах, ну, вроде, укрытие. С полного должно было наполовину и уйти. Да, так и есть. Это упрощает защитную задачу. Я лучше веерный огонь тогда юзну. Так, хотя там армор. Да, видите, все блочится. Капец. Нужны патроны срочно. Он отравлен, в принципе. Мне разок только попасть по нему. И можно на него забить. Да, забьем. Аспирант подходит сюда, просто пробует с дробаша убить. Шансы там должны быть хорошие. Несмотря на то, что штраф минус 25 у этого товарища. Хорош. Втей, пока... Да мы можем добить того, но я не хочу тратить на него действия. Лучше на овер встану. Браток пробует выйти... Да, наверное, вот так вот. У него два хода будет откатываться тема. Или убить все-таки его. Зачем? Фух, из такой ситуации, а. Радстоцкий, правда, плохим. Специалистов еще нет. Ни защиты, ничего. Близко к цели, в общем-то, находимся. Но напомню, что там еще один пак. Давайте повычеркиваем, получается. Архонта убили. Сектопода убили. Мутона убили. Копейщика не помню. Вроде копейщика не было. Мэг еще и сектоид. Должен быть. Мэг и сектоид. Этот умер. Сейчас мы тоном будем пулить. Вот он на разведке будет. Здоровенный. Слева. Мне казалось... А, вон, наверху. Архонта сектоид. Но, кажется, тогда еще один пак будет. Вот он, мутон. У него лучевая винтовка. У него есть еще контратака. Мутоны могут провести контратаку, если напасть на них с близкого расстояния. Вот такие вот опасные мутоны. Пулю пак. Ребята, я свой. Это сектоид и копейщик. Короче, мэг еще где-то. Мэг... Ой, в смысле, это сектоид и архонт. Еще где-то этот... Мэг и копейщик. Инфо-соточка. Я предлагаю гранатой дябнуть. Для полного счастья. Раз. Сектоид чушь, а вот архонт-то бы... Ай. Перезарядку аспиранта. А, браток же видит. Обычной атакой. По архонту. Можно было на крыше попробовать забраться. Слишком долго. А вот если бы был бы армор, то... Главное сейчас влево не смещаться, потому что можем еще кого-то увидеть. У Марии Шишины есть аптечка. В общем-то, можно... Даже и похилять товарища Артстоцкого. Доходы с запасом. Шесть ходов еще. То есть, мы... Очень быстро спулили, и, соответственно, очень быстро убили. Тут халявная перезарядка. Зря я не подошел, соответственно, Беской. Я не пострелял изначально по архону. Ну, хорошо, хоть попал. Не, Мутон. Мутон, ты... Ты добрый, ты хороший. Сейчас будет попроще. Не убью я его так. Нужно вообще ранганить. Потому что это только один на один с Мутоном, понимаете? Архонта я убью с вероятностью процентов 20 этим выстрелом. Если выпадет крит. С обычного выстрела он не умирает. Могу сделать ранган аспирантом. И попытать удачу с этой позиции. В любом случае, ему нужно было менять укрытие, потому что его фланговали. Да, на 54. Ну, я надеюсь, он просто если выживет, то будет... ой, хорошо. Просто красавчик. Просто красавчик. Вип подходит. Еще артстот, скажи, была же. Тоже подходит. Кровер. Опа! Вот это новость. Мутон уже не мой. Это капец. Это подстава. Короче, смысл в том, что всегда у меня под контролем до конца было. Это жесть. Ну, хорошо, хоть к Беске подошел. У нее армор. Ой, без сознания. Ой, я только что аптечку потратил. И паника пошла. Да куда? Че вы из одного мутона? А, доминирование до конца. Я понял. Да-да, я поднимаю зомби. Сейчас придется брать. Во-первых, без Бески придется. Ее быстро эвакуировать надо будет. Четвером до точки доходить. Да, я понял. Да ладно, сейчас справимся. С этим-то паком справимся. Думаю, надо подходить и стрелять уже. Опасно. Это раз. Ну, не факт, что убью. Но Кридс пропер. В этом осталось остался один хп. Уже можем взять с собой переноска юнита. Аспирант, наверное, этим заниматься будет. Кого ты видишь с один на один? Этого и этого. Фигово. Да и подходим. Так, чтобы сектоиды еще видеть. Да, вот это вообще не в тему. Вроде здесь ходил уже сто раз, блин. Сто раз ходил. Так у нас последний Илюха как раз у этого. У Аспиранта. Здесь надо уже вижен давать на этих всех. И мэков пытаться убивать в зоне поражения. Так, их перекрывать. Ходов катастрофически не хватает. Но это все паки на сегодня. На этой карте, по крайней мере. Пять целей. Пять целей. Ладно, по-любому так. Раз. Главный мутон сейчас убью. По мэку крит. Три. Четыре. Пять. Мутон минус. Шесть. Секто и два хита. Блин. Аспирант занят. А у меня только аспирант с этим и остались. Ну что ж, позиция нужна. Так, чтобы все видели, желательно, чтобы зомби не достал. Желательно, чтобы это был фулл кавер. Много вы хотите, Михаил? Я почему вот это вот хорошее место? Смотри. Все видят, и зомби не доходят. Пофиг, что фланг сектоида, но зато ты он побежал. Как все видят? Да, все видят, я проверял. Просто его сейчас не все видят. Так, а вип у нас не может потащить случайно нашего товарища? Вдруг он молодец? Не может. Козлина, зачем тебя спасать? Хотя, представьте, Бесу взять с экзоскелетом. Там где овервотч от братка? Поехали. Первый овервотч. А патроны-то против мэков. Минус 8 раз. Но он флангует сразу. Держись. Илюха, держись. Ё-моё, это капец. Главное, чтобы сейчас не сектоид ходил, потому что если сектоид, это труба. Второй мэк, овервотч. Может, ты его с первого раза убьешь, а? Просто критани по нему, прошу тебя. Хорош! Просто с первого раза без крита. Так, ну, кто там следующий? Черненький, да, меченосец? Давай, беги. И-е-е-е... А где Паша? Топич, снайпер-топич с этими аффиксами. О! Не добил, да, но он порежет. А ладно, ты что стрелять будешь? Мимо! Ох, какая жалость! И сейчас стиктоид. Последним действием будет пытаться убивать. Блин, такая миссия. Сегодня миссия, конечно, значительно сложнее, значительно интереснее, чем вчера. Потому что вчера была такая ой-ля-ля, там, бла-бла-бла. Без без сейвов. Сейчас тоже без сейвов, но... Ну, хотя сейвы были в первой, кажется, миссии. Но, как бы, уровень совсем другой. Куда ты прибежал, друг? Так, четыре хода. Паника снята. Надо ходить. Надо ходить и стрелять. Ходить и стрелять. Тут у пси... А, патроны нормальные только у этого, да? У братка против Мэка. То есть, браток все-таки первым действием своим убивает Мэка. Увы. Да кроме него, просто это так не... Ну, никто не убьет его. Мэк, минус раз. Сейчас запрыгнем мы Авамарии наверх. И в рамках эвакуации, и в рамках убийства сектоидом. С товарища Арстоска бежит пока так. Восемьдесят семь. Окей. Зомбарь падает, соответственно. Можно, в общем-то, сейчас в Тей стрельнуть, потому что у нее тоже гарантирован и этим на оружие, кажется... А, нет. У него мгновенное убийство. Ну, аспирант тогда просто бежит и убивает. Какие проблемы? Паков-то больше нет. Берет, убивает. О, лут. Шикардос. Че там нам дали? Ходы с запасом, все в порядке. Модифицированный, продвинутая скорость, продвинутая адаптация. Три мобильность, три здоровья. Два персональных модуля и... Приклад. Ну, вроде все второго типа лайвула. Может быть... Ну и все, и мы в два... Ну, максимум в три хода сейчас добегаем просто. Оставшись. Главное, чтобы сейчас не было никаких дропов случайных. Крыша падает. Оооу. МНС-1-5, хостел-интерцепторы на высоком скором. Да. Идут враги. Ой, браток, вообще далеко. Нельзя бежать, пока мы не прикроем браткам. Так, Випа, спасем для начала. Бессу забыл. Ой. Ой, Бессу же точно. Капец, я Бессу забыл. Как я мог про Бессу забыть? Ребят, сейчас я вам покажу. Кота. Как я мог про нее забыть? А, там... Ой, там еще Женя лежит. Я не заметил. Все, не покажу вам кота. Прямо вот взгляд поднимаешь над монитором, и лежит кот на диване. Мирно спит. Ну, потащили. Причем, тащить-то надо прям... Да мы успеваем. Давайте сразу побежим. И Артстоцкой, и, в общем, всеми. Кто-то в вероочи стоит. Релоден. Выкурируемся. Да, все ок. Браток тоже успевает. Далековато, конечно, бежать. Не спорим. Но успевает. Все спасли. Нет, у меня запаса не было по ходам. Не было запаса. Страшная миссия. Страшнючая просто. Летаем. Сразу человек 10, наверное. Кремотона, Сектопот. Несколько солдат, Архонт. Ранение наполучал опять. Новый рекорд. Средний урон за атаку. 7,4. Браток уже, видите? Топ ДПС. Я, пожалуй, пистолетного снайпера. Либо третьего снайпера вообще добавлю. В тему. Который учится как раз. Либо... Заменю пистолетного... Что, ранений у нас два. Серьезное одно. Артстонска. Ну, Артстонска, ладно, на замену. А вот БСКу жалко очень. Возвратили випа. Мобильность плюс 3, здоровье плюс 3. Приклад 2 единицы. Инжа. Инженер. Его сразу назначить нужно на расчистку, например. На вот это вот. Но с Инжами нет проблем вообще никаких. Что у нас по времени, бойцы? Полмесяца. Слушайте, надо, наверное, сейчас... Это капец. У меня только 3 нормальных пацана. 3. Инжа на хил. Он на хиле стоит. Вот он. Что значит Инжа на хил? Я ж показывал это. Короче, тут какой-то костюм новый. Обучение психа. Да, доступные ресурсы, я понимаю. А я прервал... Может реально сейчас слетать за ресурсами? И в штаб. Меня в штабе за ресурсы еще один офицер может ждать. Прокачанный. Или ученых там возьмем. И подлечимся заодно. Так, что это у нас? Что такое? Что такое? Элдеры. Небесные. Старейшие. Дегенерация. Рапидная мусcular антропия. До того, как я даже не думал, что это возможно. Так, они умеют. По-моему, как наш работа просто гораздо легче. Как и с большим вещами, которые возникли в этом противоположном. Что такое? Что такое? Окей. Окей. Что еще раз? Когда показать? Что такое? Я верю, что они нашли что-то в нас. Что-то важное, чтобы их вызвать ручку. Что-то. Не, что я могу определить. Которые ключевые файлы были предназначены, как часть того, что называется «Автар-директив». «Автар». Мы нужны эти файлы. Если бы я получил доступ к кодексу полностью функционирующим, я мог бы их выстрелить. Или бросить весь корабль в холл в этот раз. Я не сказал, что я нуждался здесь, Брэдфорд. Я уверен, что я смогу обеспечить объекту. Если бы твои солдаты смогут быть близко к этому в филе, без его уничтожения. Это мы можем разрабатывать, доктор. Так, подождите. Возможно, стоит исследование все-таки. У нас текущая плазменная очень долго идет. Ну, либо в зале теней продолжать. «Давай восемь дней». «Давай восемь дней». «Но – главное, какой тип altercule бы мог быть beyond their vast curative abilities?» «Не-не – стрим скоро закончится уже. Почти наконец, что зал тени останавливает исследование Я в курсе, я в курсе Мы еще на прошлой трансляции об этом говорили Три дня собираем, раз, два О, костюм паук Давайте посмотрим Это альтернативная броня для повышенной мобильности, насколько я понял Возьмем, например, аспиранта Оснащение, броня Паук Здоровье 4, броня хищника тоже 4 Уклонение плюс 20, мобильность плюс единичка И в левом рукаве, так он же круче Мы же всем должны паука просто дать Ну просто лучше А, он в единичном экземпляре просто, да? Нет, бесконечно Так всем броньку Нет, нельзя всем броньку Нельзя всем броньку А, там нет ячейки дополнительной Ну для штурмовика на самом деле лучше так сделать И мобильность, и здоровье, и уклонение На всякий случай Илюху он с собой будет брать Хорошо А, ну снайпером идет Ну Зачем, если у снайпера у одного общий вид Ему не нужна дополнительная защита Ну, то есть плюс 20 Мобильность, он стоит на месте То есть штурмовику это нужно Потому что ему нужно подбегать Фланговать Резать мечом Там Ранганить Потому что он часто Чаще попадает под огонь Ему нужно уклонение Как бы А при чем здесь снайперы? Только крюк Запрыгивать на позицию Это да Для кошки Ну И так сойдет, я думаю Во-первых, дособираем ресурсы И быстро в штаб Есть И теперь вернуться в штаб Нас там ждут Уже почти, ну, 900 баксов у нас на руках Сегодня, конечно, классная часть Такая Тоже с прогрессом Кто у нас здесь есть? Ученый Инш Я бы ученого взял Инш Что мне уже не нужен Ученый точно беру И остался бы здесь А бонус какой у нас? Стоит же Можно на черный слетать Не, на черный не надо Разведь данных Нет Бонус, кажется, как раз хилый стоит Но если здесь сканирование Быстрое строительство То, скорее всего, стоит Лечение же на пи... А, быстрое лечение Вот здесь, да Раз Два Обучение психо закончилось Да Кодекс Элитный копеечка Элитный солдат Архонт Вайпер Сектопот Элитный щитоносец Элитный офицер Ах, у меня половина народа Просто В минусе На самом деле Браток есть Те есть Кто-то еще там есть Посмотрим Да-да-да-да Там Кодекс захватим Кодекса взломать Ну там Специалист Вроде один Должен был вернуться По идее Поме рядовой Ой, плохой знак О-о-о-о Тут снайпер Переобучается 4, 7, 1, 10, 11 дней Мы летим сюда Вчетвером Фактически С двумя леммингами Дмитрием Михайловым И... Я в шоке И Сережей Короче Ну, с нами будет Тей Браток Два снайпера хороших Аспирант Штурм Психов И Мария Справимся, я думаю Но уже не сегодня Спасибо, что смотрели Спасибо, что поддерживали Морально И... Увидимся с вами Может подождать Один день, а? Один день Сразу Мария апнется Увидимся с вами Ориентировочно Завтра Вечерком Скорее всего Трансляция завтра Начнется позже Обычного Часов в 7 Но Она С очень высокой вероятностью Будет Хорошего вечера Спокойной ночи А если пропустили Конечно же Запись будет на ютубе Где-то завтра днем Она уже обработается Пока Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok